Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Так, отлично. Всё, поехал. Главное, чтобы гудгейм сегодня не подвёл. Сейчас по нему полюбуемся. Пока что подвёл. Ну, подождём, сейчас гудгейм запустится. Даже твич уже запустился. А гудгейм пока что-то не особо. Да что такое, я не пойму. А, вот наконец-то. Свершилось чудо. Друг спас жизнь друга. Или не случилось? Я не пойму. Чё-то такое? Чё ему надо? Интересно. Короче, гудгейм не работает, да, всё ещё? Это, похоже, чё-то... Чё-то не так у меня, значит. Странно, вот работает... Сайбергейм, который делает рестрим на гудгейм. Работает твич. А гг. А гг. Нет. Сайбергейм... Сайбергейм. Так, хватит. Сайбергейм. Сайбергейм. Сайба. Ладно, Гудгейм в общем не хочет работать опять, ничего страшного. Главное, чтобы твич не падал из-за него. Ну а почему он не работает-то? Сейчас, секундочку, ребята. Попробую что-нибудь посмотреть. Так, где же... где же у меня что-нибудь смотрится-то? Ну ладно, мы ждем все равно народ. Сейчас кто-нибудь по-любому еще подтянется и будет доволен. Блин, вроде все по-старому сделано, я не понял почему-то гейм не работает. Вот это все. Подозрительно. А вот, кажись пошел. Краймель картинка хотя бы изменилась. Нет, не пошел? Ну ладно. Ну ничего, будем без Гудгейма значит. Не хочешь? А хочешь? А хочешь так давай. Так, все понятно. Так, ну что, всем привет, ребята. Давайте начинать потихоньку. Мы с вами... нам осталось посмотреть финал Лозеро и гранд-финал. Нашего супер чемпионата WC3L 12 сезон. Это финалы этого чемпионата. Призовой фонд 10 000 евро. Год 2007 и версия игры 1.21 у нас. Вот, за первое место команда получает 5000 евро, соответственно. Давайте посмотрим сеточку и я вам покажу, кто там, с кем там и зачем куда вышел вообще. Так. Сейчас один момент. Посмотрим сеточку. Вот она. Великолепная сетка. Ну и что мы видим? У нас, значит, СК уже прошли в гранд-финал, а World Elite и Meteor Makers будут играть. У нас в финале лозеров за второе место в гранд-финале. Вот. И кого-то из них мы увидим, соответственно, в финалочке, в финальной игре. Вот. У нас осталось две... Я даже не знаю, как это обозвать. Два противостояния по командам, короче. Осталось нам в каждом противостоянии вот этом вот адском. До трех побед идет игра. И победы считаются выигранной БО-3. Вот. Соответственно, внизу вы можете видеть составы команд, кто за кого играл тогда, кто в какой команде состоял. Ну, тут есть вот и ход наш, например, ансомни. И гляньте, красавчик какой. И мун даже есть. В мимах он до сих пор. Вот. Ну, а на сегодняшний день мы будем смотреть пока что World Elite против Meteor Makers. Вот. И скорее всего на следующем стриме посмотрим гранд-финал уже. Ну что, давайте начинать, я думаю. Нечего тянуть кота под хвост. Включаю я вам игру. Так. Уберем. Включаю я вам игру. Надеюсь, что все хорошо, что все видно, все слышно. Никто там не мешает, не знаю. Вот. И все будет супер. И надеюсь, что все-таки гудгейм раздуплит, конечно, когда-нибудь. Так, сейчас один момент. Вообще меня не радует, что он не работает, конечно. Это беда, я считаю. Вот. Но. Ничего не поделаешь. Погнали. У нас Тед против Муна. Первая игра в матчапе между World Elite и Meteor Makers. Undead против Эльфа на карте Secret Valley. Дуэльная карта. Два фонтана жизни здесь. Немножко ускорим начало. Вот. И посмотрим. Мун играет через стандартного героя из алтаря. Нет барака, так что это будут хантресы, похоже. Тед играет в гулей. То есть, в принципе, Мун угадал со стратой. Мун играет в гулей. Хотя, может, он наоборот хотел против киндок играть в хантресов. Ну, посмотрим. Демон Хантер первый герой. Engine of War втыкает в Мун. И тут Хантерс Холл, наверное... Я чего-то не понимаю, но ладно. Почему-то не ставит Хантерс Холл Мун. То есть, он играет просто арчей, да? Интересная страта. Посмотрим, как он будет реализовывать. До таверны добежал Мун демон Хантером. Отманивать криков. И декад как тут, он видит его уже. Вот гульку можно покоцать немножко. Нету Хантерского, да. Т2 зато запущено Муна. А как он, может, я... Нет, он Т2 запустил после брака. Интересный, короче. Интересный билд. Демон Хантер и ДК просто бегают по карте. Друг от друга, друг за другом. Не рубку Тед поставил сразу, вся на мейне. На всякий случай. Вот подморозили демон Хантера, и с Гулем сейчас Тед попробует его окружить. Но нет, нет, демон уходит. Демон очень быстрый, ДК без ауры. И Мун интересно настраивается, смотрите какой. Заборчик из колодцев у него забавный. Демон Хантер просто бегает, контролирует Андеда, чтобы тот не крипился. Андед тусуется вся на базе, и это все, что нужно Муну на данный момент. Тед забирает Гуле и собирается выходить на криппинг, в это время ДХ отбежал за сапогами на магазин. И сейчас, я думаю, должен найти Мун своего оппонента. Тут тем более виспы висят изде. Арчи, вот тут он подвел арчей. Три арчи есть у Муна. Грейт у него уже больше половины, когда строен. Мун потерял Теда. И вот сейчас только видят его виспом. Но я думаю, успеет Мун прибежать, чтобы помешать своему оппоненту. Атаку. Немножко. Тед ставит в кладбище. Что неудивительно. Получает моноберн ДК. Забирает девайс. Девайс хороший, эсер-клетка. Двух крипов успел Тед забрать. До того, как Демон Хантер пришел. Неплохо. Посмотрите, как Мун контролит карту. У него развешаны виспы везде. Берет второго героя. Кто это будет Фанда, скорее всего, наверное. Дата 2 у него готов уже. Хантерс Холл он только сейчас запускает. Завтыкал он немножко с Хантерс Холлом. И магазин. Все на базе внутри. Магазин, смотрите, как интересно ставит в глуби базы. Он по-любому выйдет вперед потом. Окружает Демон Хантера. Недоконтролил Мун немножко. Заигрался. А нет, не окружает. Может быть, он даже не заигрался. Нет, не окружает. Скелеты развалились. Панда подошла. Сорчами и... Вот это вообще испугался даже. Дальше драться здесь. А Панда, кстати, не вдохнула, да? Да, не вдохнула. Интересно, почему. Ставит лорники Мун. Странно. Я думал, он магазин уйдет отсюда и лорники вот здесь будет ставить. Ну, один, по крайней мере. Ну, такой сейвовый магазин, чтобы сто пудов купить. Ставь телепортации. Ну, что бывает такое, что... Каком-нибудь... Даже... На какой-то недоатаке просто. Там Дэд может прийти и просто съесть. Магазин очень быстро. Это неприятно, когда у тебя нет стаффа. Ни одного. Плохо стояли крипы на той точке. И... Винные пары... А, нет, не винные пары. Я думал, винные пары не дробили. Не мог бросить Мун на всех крипов, поэтому он не стал крипить. Вот. Ну, нет. Он просто ждал демонхантера. Жезл похищения маны выпадает. Бесполезный девайс. С учетом того, что есть демон. Демон, кстати, пробитый. И на стаффе он улетает. А Гули в это время... Крипит. Дэку. Дэка, кстати, в это время все... Он первый левел до сих пор. И он до этого бегал... С невыбранным скиллом. Вот сейчас ты взял ауру. Ауру взял. Скилл не выбирается для того, чтобы... Ну, то есть, если есть какая-то критичная ситуация, ты можешь выбрать Койл и залечить. А если демонхантер тебе пожег всю ману, ты можешь выбрать просто ауру и все. И демонхантер даже в минусах будет. Потому что аура в колодцах эльфийских... В смысле, мана. В эльфийских колодцах стоит очень дорого. Если восстанавливать. Если лечиться. Вот. Так что демону невыгодно жечь. Деку, который с аурой первого левела. Панда забирает... Ммм... Родную шахту. А демонхантер в это время бегает и контролит... Адеда он видит здесь. Что Т3 запущен. Он, кстати, уже почти готов. Вот. Что закупается второй герой. Это лич. Я думаю, он об этом догадывается, конечно же. Ну и финдок он видит, конечно. Слоттерхаус он увидел. Все он увидел. То есть он понял, что это не гарги. Никакая не чушь. И будет выходить... Он, скорее всего, в меньших у нас. Т3 у него, кстати, тоже заканчивается уже. То есть он не сильно даже отстал от Адеда. Подряд, может, он штампует. Технологии тоже. А что выпало? Амулет эвэйжена выпал. Не особо полезный девайс. Выгоднее продать его, наверное. Купить какую-нибудь мишку на него хотя бы. На эти деньги. Панда, тем временем, третий левел уже получает. Демонхантер все еще первый. И Т3 у Адеда готов. Лич выходит, сразу покупает арбу. Гул Френзи. Делается апгрейд. На гулик. И гульки сейчас будут очень дикие. Гулик не так много. Всего 7 штук. Один игроков. Встреча с игроком. Встреча с игроком. Полтишок лишний. Никогда не помешает. Тем более, со самого демонхантера можно высосить ману. Ну нет, Т3 тоже продает его. И покупает свиток лечения. Мун с третьей пандой подходит. Маноберн ловит ДХ сразу. И Т3 решает не драться. На телепорте просто уходит. На отступление может потерять Финда, но нет. Нет, улетает Финд на телепорте вместе с армией. И Мун потихоньку выходит в Медведей. У него уже больше чем наполовину готово. Лапка красная. Так что Медведи совсем уже скоро будут мастера. Вот это все еще 41 лимита. И он не строит пока что армию, странно. Мун забирает красную точку рядом со своим оппонентом. Выпадает чаша выносливости, великолепный девайс. Скорость перемещения, скорость атаки увеличивает. Супер. Андетт находит эльфа. На рампе эльф расположился. И нюк проходит по Демонхантеру. У Демонхантера только телепорт, никаких хилок нет. Плюс стаф у панды есть. Падает первая арча. Гули горят от дыхания панды. И Демонхантер улетает на телепорте. Да, много гули умерло. Четыре гули я вижу и пара арчей кажется погибла. Может быть пять гули даже. Очень много гули в общем умерло. Но там панда третья, конечно, она их решает на ура. Она, кстати, уже четвертая практически. Покупает еще бутылку маны Мун. Демонхантер у него третий. И 3-2 героя у Андетта сейчас будут очень скоро. ДК все еще второй пока что. Боньярд построил Тет. Это будет Вирм. Чтоб контролить медведей. Контрить. Контрить, конечно же. Ему, кстати, забирают вторую красную точку. Выпадает аура Архмага. Тоже отличный девайс. Панда очень довольна. Мун торопится домой хиляться. Все колодцы он выпил. И Мун просто перекрепил своего оппонента. Он забрал очень много жирных точек. Тет добивает фонтан, который он в самом начале пытался закрепить с гулими, но не дали. Мун в это время забирает целый фонтан. И Вирм пошел, да. Вирм пошел. 46 лимита у Теда. 49 у Муна. Что за девайс? Выпал аура. Вампиризма выпала. Андеду. Не для его армии, конечно. И Муну выпадает точно такая же аура. Вот Мун этой аурой очень доволен. Медведи счастливы. Медведи под рыком, под этой аурой, они... Они очень жесткие. Просто супер жесткие. Нага третий герой у Теда. А бомбчик он подстраивает на мясо, чтобы была стеночка какая-нибудь. И третий левел есть уже у Деки. 3-2-1 герой у Теда. 4-3. Точнее, 3-4 герой у Муна. Купил Мун просветку на мейне у себя. Это чтобы светить закопанных финдов. Ну и может быть, как-нибудь проконтролить шейду. Встречаются армии на центре. Тед к этому не готов. Финды у него впереди. А бомб сзади. Сразу один из финдов получает. Пронюк в Деху. Он отступает. Легко. Первый финд падает. Под фокусом тележка. Тележку сдувают. Подлетает вирм. Плюет в панду. И очень подмороженная вся армия. Пронюк проходит еще один в Демонхантер. И на лалах. Буквально там 11 хп осталось у Демонхантера. Прожимает Мун телепорт. Разменялся он хорошо. Он убил табуретку. Убил финда. На селепорт не грешно поменять такой лимит андетский. Вонь качает Тед для бомба. И снова подзаказывает табуретку. Мун спешит на точку, где экспант оппонента находится. В надежде, что Тед сейчас туда подойдет. И он правда туда подходит. Я думаю, сейчас Тед развернется, как увидит Муну здесь. Да, да, так и происходит. У него ДК очень битый. Оказался сзади. Иные пары он ловит. Он замедлен. Вынужден использовать ингул даже. Отступает Тед. У него очень плохая ситуация. У панды полно маны еще. Армия у Теда битая. Что делать непонятно. Герои не прокачены. Героев эльфа не занюкать нормально. У обоих есть эстафы. Есть телепорт у Демон Хантера. В принципе, это и все. Основные девайсы это аурны. И выпадает еще пендант на 150 маны Муну. Панда тоже счастлива. Ну, отличный дроп просто для Муна. Здесь великолепные две ауры. Великолепный пендант. Ну, этот на эвэйжен Мун оставил. Не знаю уж. Это ему виднее, конечно. Но девайсы очень крутые. Гораздо выше средненького такого. И Мун приходит к своему оппоненту прямо на мейн. Пытается Тед обороняться. Под винными парами стоит вся армия. Пронюкав Мишку, Мишка падает. Героя Медведь минус. Вся армия Андеда миссует. Панда попала под фокус. Получила очень больно. Абон сейчас упадет. Финт падает. Абон под фокусом. Абон тоже падает. И пять-четыре героя у Муна. Панда на очереди. Она использует инвул. Стоит в стеночке пока что. Абон пытается отплевываться Тед. Аккуратно. Ему это удается. Мун вынужден прожимать ТП. Напоследок панда еще дышит. Но никого не сдувает. Тед потерял очень много здесь. Мун потерял буквально, может пару медведей. Я вижу труп дрядки здесь. Два медведя, вот трупы. Тед на мой взгляд потерял побольше здесь. А, это или Финт что ли. Тед воткнул нычку между тем. Ну это очень-очень смело. Тем более он еще проклятую землю здесь внизу сделал. Но если он будет пробегать мимо, это все будет видно. Сразу же. Это прям такая тема. Ну то есть, от безвыходности скорее всего. Так, секундочку ребят у нас. Твич пишет мне, что он лайк, да? Я надеюсь, что так и есть. Конечно же. Очень странно, что не работает good game player. Какие-то просто чудеса с ним происходят. Я ничего не понимаю. Ну да ладно, смотрим дальше. Попытался ему засветить шейду. Но неудачно. И он идет наверх, он сейчас увидит нычку строящуюся. Все отменит. Конечно же. Конечно же. И это все последние надежды. Теда рушится. Слишком великое преимущество. Я кстати не заметил даже. Тут Moon наставил нынчик опять своих. Ну Moon умеет, да. Забыл я, что надо смотреть на мини-карту. У меня шваркафт. Moon умеет. Ты завтыкал, получает два Экспандера. Есть штука. И жмет Moon своего оппонента. Взлетает Дестроер. Скорее, чтобы мне отдавать тележку. Койл всего один был у Дескнайта. Он кинул его в верма. Дескнайт под ударом. Он хилочку пьет, но не знаю, как долго он сможет подержаться. А бомов, в принципе, у Теда много. Но панда очень жесткая. Там начинают падать юниты уже. Видна отрицательная тенденция для Moon. И просто... В смысле для Теда. И Тед просто выходит. 1-0 в пользу Moon. Довольно легко он обыграл своего оппонента в этой игре. 1-0. Давайте загрузим следующее. Напоминаю, сейчас матчи идут в БО-3 у нас. И мы смотрим с вами финальную часть чемпионата ВЦ-3Л. Который прошел в 2007 году. У нас матчап между Moon и Тедом. Эльф Андетт. 1-0 в пользу Moon. И карта Твист Мидос. Вторая. Противоположные респы выпадают игрокам. Moon ставит АОФ на пауэркриппинг сразу. Тед снова играет через гулей с быстрым ДК. Варденка в этот раз от Moon. Наконец-то что-нибудь интересненькое мы увидим. Ну и прошлая была в принципе игра. Но она была в одну калитку во многом. А варденка это всегда интересно, всегда не стандартно. Вдох. Вдох. Начинает криппинг Moon. Отгоняет гулю. Два ножа не жалеет. Гуля должна умереть. Да, умирает. ДК не успел добежать, чтобы проколить ее. Кукти. Плюс 6 выпадают варденки. Тед стилит крипа. С помощью Койла. Одного Гноля он забрал. И Moon не рискует, второго забирает с ножа. Еще один АОФ на пауэркриппинг уже магазин оставит Moon. Т2 у него пока что не запущен. Варданка дерется с Дакой двумя скелетами, но получал немножко хп и сняли. И Тед все еще подстраивает Гулей. Бегатня на центре карты. Никаких серьезных потерь никто не несет. Т2 прожимает Тед. Он сейчас тоже будет нажимать Т2 по-любому. Три виспа у нас ведет к магазину. Там очень жесткие крипы с пирсинг дамагом и неплохим уроном. Поэтому мы вынужден ему подвезти много рабов на хилинг. Став покупает Му и сапоги в магазине, телепортится на свой магазин и начинает криппинг с тремя арчами героем и бараком. Четырьмя арчами. Четырьмя арчами. Тед не понял, что происходит. Он думал, что Мун забирает мерченарий. Мун заблудился, снимает Гулей и бежит к своему оппоненту. Я думаю, теперь он уже знает, где его искать. Мун уже забрал жирного тролля, из которого выпали рунные браслеты. Отличный девайс против Фандеда. Варден будет очень рада. Койл просто не наносит дамага никакого. Койл наносит 30 дамага сейчас. Нет, ну 30, 47. Варден, кстати, умирает. Третьего левела Варден был. Мун что-то непонятное вытворил. Просто бегал он вокруг Гулей. Гули в разные стороны лапки раскидывали и били Варденку. И Варденка погибает. Как-то очень на халяву отдал ее Мун. И, кажется, не умер ДК. Да, ДК не умер. От Деспак, да, он использовал? Я не увидел, но нет ауры и очень много ХП у ДК. Там было совсем мало еще. Нож он получил по конец. Деспак, похоже, вкачал вторым скиллом Тед и съел Гулю или кого-то. Ну, или скелета там как-нибудь, не знаю. Второй барак втыкает Тед. И это будет поджим, похоже. Да, он продал телепорт. Есть Деспак, я прав. И это будет поджим с двух бараков. Но что-то поздновато, мне кажется, для этого поджима. Варден уже третий. Ее, конечно, Тед убил. Она была выкуплена, похоже. Гуля, гуля, так и есть. Сейчас будет гуля, 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 гуля. А с двух бараков начинает Тед штамповать гуля. Варден был выкуплен в таверне. Отхилялась она быстренько и пошла харасить. И этот поджим с гульками, ну, не знаю. У Муну уже полно колодцев здесь. Ну, как полно. Три штуки, кстати, не так много. Но Варден третий выкуплен. Это очень опасно. Бутылка маны на 300 маны выпадает Муну. И с Нагой приходит Тед к своему оппоненту. Магазин не достроится. Тут же его отменяют. Нужно срочно съесть колодцы. Да, начинает Тед этим заниматься. Но Мун уже подходит. Видит Тед Арчу, видит траля хиллера. А Нагу пытается Мун зафокусить. Нож она получает. И Арчи потихоньку начинает ее обхаживать. Отлично контролит Мун. Пока что никого не потерял. Все у него бегает в разные стороны. Никто не стоит, не тупит. Варденка пробита уже наполовину. Есть блинк у нее. Блинк и нож. Нага получает очередной ножик. У нее уже очень мало хп-шек. Еще на один нож есть мана у Вардена. Нага, конечно, умирает. Умерла там, кажется, одна Арча. Да, вот она лежит. Но все остальное. Вот вторая Арча умирает. Минус гуль, четвертый Варден уже у Муна. Этот меняет очередной раз магазин. Нет маны в колодцах. И Варден очень пробитая. Армия у Муна тоже пробита. Он уже диспеллит скелетов виспами. Падают Арчи одна за другой. ДК получает нож. И профокус по нему идет очень жесткий. Там и тролль очень больно бьет. И все очень больно бьют. И ДК просто умирает. У нее не было ни телепорта, ничего. Потому что телепорт был продан, чтобы построить второй склеп. На блинке уходит Варденка. Очень мало хп-шек у нее. Но остались одни гулии. Гулии не страшны, потому что есть сапоги. Они его просто не догонят. И хит-н-ранит просто Мун. Он закупает еще в лагере наемников бамбров, големов, всех, кто есть. Гули неплохо съедают, кстати. Еще пару юнитов минуснулись. У Вардена все еще нет маны. Пытается восстановить всеми силами Мун магазин. Поставить точнее. Аж две штуки он заказал сразу. Нага уже вышла из алтаря и охотится сейчас на Вардена. Варден покупает НВУ. Под стрелами Наги Варденка очень медленно бегает. 60 хп всего Вардена. Но Мун ее, само собой, не отдает пока что. Даже три магазина, кстати, Мун ставил, как видим. Один этот меняет, но еще два строились. Один из них достроился. В бутылочке хп покупает Мун. Варденка уже подхилялась немножко. Есть один ножик. Нага его получает. Тут же Инвул пьет Мун и пытается зафокусить Нагу сейчас. Вардена как-то очень криво. Тет окружал и мог, конечно, окружить. Но блинк там, на самом деле, не важно, окружил или нет. С блинка Варденка ушла бы. Четвертая Варден режет гулей очень сильно, очень больно. И буквально одна гулька остается до пятого левела. И вот эта гулька. Да. И я думаю, что это ГГ. Пятый Варден это очень жестко. А, ДК уже вышел, слава богу, и ДК вышел. Он всего лишь третьего левела. Варден уже с маной. 225 хп снимает нож. Нож фокус от немногочисленной армии Муна и у ДК уже нет половины хп. Вынужден он есть гулю свою. Да, атака, конечно, провалилась, но поздно. Поздно очень делал Тет. Этот пуш из двух склепов. Варден слишком сильно прокачан уже была. Получает очередной нож ДК. Вынужден еще есть следующую гульку. Но жесткий фокус. Он внутри своей армии окружен еще к тому же. И умирает он. Умирает от яда. Нага пришла. Она буквально с двух ножей умрет. Может быть даже одного и хватит. Смотрите какой урон. Половину хп просто сняла сразу Наги. Парочку плюшек навешивает бамбар. Да, и Нага умирает. Вот это нет, Т2. А, есть, есть Т2. Есть Т2 у него, но, конечно, это все. Это все уже по героям слишком большое проседание, когда варден будет шестой там. Ну, то есть можно, конечно, пободаться еще, но это бесполезно. Абсолютно. И довольно легко Мун обыгрывает своего оппонента. Давайте посмотрим сейчас на сеточку. Вот таким образом она у нас выглядит. Так, и вот сюда вот мы прописываем. Так, Мун у нас 2-0 обыграл своего оппонента. Значит, вот так пишем. Так, да, 1 очко для Митю Мейкерс он забрал в своем матчапе. И смотрим следующую игру. Всем привет, ребят, кто подходит. Я напоминаю, мы смотрим с вами чемпионат VC3L, который прошел в 2007 году. Финальная его стадия. Это уже... Нам осталось посмотреть финал лозеров и гранд-финал. В финале лозеров сейчас мы смотрим Митю Мейкерс против World Elite. Первую игру взял Мун. Одну очко для своей команды. И вторую игру мы будем смотреть. Сайсирия против Суха. Тот же самый матчап, андет против эльфа. И карта Теренос стенд первая. Так, нужно поменять. А кто там за кого играл-то? Сайсирия мимо, да? О, я счет, кажется, не поменял, да? Да, я счет не поменял. Что? Сайсирия против Суха. Это первая игра на Теренос стенде. 0-0 у нас счет. Бо-3 играется. И смотрим. С алтаря начинает Суха. Это значит, будет у нас стандартный герой. Какой-нибудь Demon Hunter. Ну, или, может быть, Варденку тоже возьмет он. Как Мун в предыдущей игре. Гуль на разведке. Агрит. Давайте немножко замедлим. Он агрит, кстати, неплохо. Крипов и мелких. И с магазина еще. И очень много дамага. Получил барак уже. Гуль тоже, но получал, конечно. Не нужно отсюда отходить. Варден, да. Берет Суха Вардена. Это связано с тем, что на этой карте очень просто закрепить героя до 3-го левела. На карте очень... Ну, не очень, но слабые точки сравнительно. То есть вот это. Вот это. Магазин. И вот здесь вот. И, по-моему, уже будет третий. По крайней мере, будет очень близко уже. А третий Варден, это всегда счастье. Много ножей. Все довольны. Кладбище с Айсири оставить довольно рано, кстати. И он без магазина играет. Что? Что это вообще такое? Андек без магазина. Как вам, ребята? Магазин уже... Магазин ставится тогда, когда декад вышел уже. То есть без скелетов пить Сайсири. Ну, пить на это. Бун сразу, не стесняясь, начинает... Забрал маленькую точку и начинает магазин крепить. В Сайсири бесполезные тапки Спайдермена выпадают. Умун выпал, ну, достаточно неплохой девайс. Хотя, те же там... Невидимые Стражи или... Жезлеллюзии был бы поинтереснее, на мой взгляд. Ну, бутылек этот тоже неплохой. Очень много дамагана получали гули у Сайсири. Смотрите, все просто красные вынуждены убегать. Он даже не может закрепить точку. Это один герой у него остался. Да, вот вам и не брать скелетов. Ну, давали мне крипы. Т2 нету у Суха. И он собирается брать... Мерченарий рядом со своей базой. Виспом чекает... Как тут дела у Андеда. Получает от Гвисп Койл. Даже не задиспейлился. И Суха начинает криппинг. Андед бежит не к нему. Так что... Суха на халяву буквально не закрепит в точку. С бараком это делается очень легко. Дамаг практически никто не получает. Хороший девайс получает Вардент. 500 хитовый бутылек жизней. 2 левел только сейчас получает... ДК у Сайсирии. Суха продолжает крепиться. Контролит он карту. Постоянно засылает виспов к своему оппоненту. И проходы, те немногочисленные, которые есть на этой карте, мосты, он контролит тоже. Скелетик бежит к Суха на мейн посмотреть. Как он поживает. И здесь разделяет армию Суха, Арчи и Троли. Криппинг. Небольшие зеленые точки, которые есть наверху. А Вардент пошел харасить. 3 левел уже есть. И куда бежит Вардент? За сапогами похоже. За сапогами и ставку на телепортации персональным. ДК забирает шахту. Интересный криппинг показывает Суха. Выкупает Шреддера на обсерватории. И Шреддер вместе с тремя виспами забирает обсерваторию. Сразу видно, что Суха готовил эту карту хорошо. Хорошо он ее знает, знает фишечки всякие. Вардент в это время харасит Акалитов. Пока что ни один не умер вроде бы, вот только первый сейчас. Да. Первый умирает Акалит. Не сильно много вреда он конечно нанес, но неприятно все равно. Двух Акалитов убил. Суха. Сосири добивает второго, потому что он все равно скончался бы от яда. Чтобы опыт не достался оппоненту. Т2 уже готов. У Суха. У Сосири такая же история. И Гаргулей пошли у нас. Двигарди первые в заказе. ДК третий. Вардент практически четвертый. То есть на целый левел обогнал своего оппонента. Суха. Причем это не один-два. Не, разница по левелам это не первый и второй левел, а третий и четвертый. Очень много экспы. Что-то где-то добил здесь вот похоже. Суха. И получает четвертую вардентку. Но четвертая вардентка, она, грубо говоря, такая же как и третья. Только блинку у нее немножко подешевле. Чуть побольше маны. Вот и вся разница. Так что. Четвертый левел довольно проходной. Видите, там дает, что все закреплено уже. Куча девайсов лежит бесхознан. Да, Сосири все подбирает. Халяву-то чего бы нет. Вот смотрите, Суха не жалеет на скелетика нож потратить даже. Потому что полная мана была у вардена. Неплохие девайсы, кстати. А, это лбк, я что-то... Я подумал, что это вардена такие девайсы. Для вардена это были бы хорошие девайсы. Для деки, конечно, они бесполезны тут. Когти. Перчатки скорости, серклет и тапок спайдермена на ловкость дают большой бонус. Ну и такому рукопашному герою, кто много дерется. Но ДК обычно не дерется. Особенно в поздних стадиях игры. Вышечку Суха не постеснялся поставил. Не загордился, точнее, своим скиллом. Поставил вышку, не обломался. Вот, чтобы защитить Шреддер от Гаргулей. Где Гаргулей у нас? Сколько там их уже? Шесть, да, вроде? Они, кстати, что-то не крепили. Я даже пропустил. Вот просто где-то не получали. Очень внимательно смотрим. Ску пытался поставить экспант, но... Быстро Сайсирия пресёк эти попытки. Перехватывает ДК с помощью блинка. Получает ДК-нож. Уже наполовину он пробитый. Гарга ещё сейчас получит ножик, скорее всего. Нет, улетели все на телепорте. И в лорниках начинают строиться дриады. Т3 уже почти готов, кстати, у Суха. Он деда ещё только наполовину. Это обусловлено как раз тем, что Сайсирия на Гарг пошёл. Он очень много потратил ресурсов на них. Панда вторым героем у Суха. Снова не жалеет. Ножа на скелетика. И Варден забегает в мейн, но здесь вся армия андеда. Нужно отсюда уходить, наверное. Всё-таки вряд ли нам кого-то здесь сможет убить. Варден получает много довольно урона. Наполовину её пробили, плюс она ману потратила. Вот, но это было неплохое отвлечение. В это время забирает Суха точку на экспанде оппонента. Довольно жирный вкус, но хорошие девайсы здесь выпадают. Да, выпадает маска Содби. Содби. Собби, конечно же. Маска Собби выпадает. Эльфу. Это для любого из его героев. Отличный девайс. Он, скорее всего, Вардену дауну оставит. Т3 уже готов у Суха. Гарги забирают здесь потихоньку точки. Качает Суху панду. Купил ей инвул. На точке выпал жезл молний. А Варден ищет своего оппонента. Ищет Деку. Видит, кто где. И панда телепортится на мейн к себе. Кидает винные пары на Гаргули. И дыхание прошло мимо. На пару Гаргули всё попало. На Гаргули, которые были тут парами, не залетело. Этот не стал телепортить Гарг тоже. Он их отвёл подальше. Сейчас будет стараться похарасить, похоже, немножко. Делает и Слайтерхаус, и Боньярд сразу. С Айсири одновременно. Будет жёсткий и жёсткий воздух у Андеда. Частенько это... Трудно законтрить эльфом. Особенно если в медведей, да, уйти. А в медведей идёт сухо. Опасно сейчас для него. Подумал он, что будет... Гарги с поддержкой земли, похоже, какой-то. Дрят... Ну, не сказать, что прям много или мало. Такое средненькое количество. Шесть штуках. С троллями, арчой тут. Третья панда у нас есть ещё, к тому же. Усухо. Скволового забийства упадает на втором мерчинарии. Снова эльф перекрепливает оппонента своего Андеда. Второго героя с Айсири я так и не заказал ещё. Всё ещё один ДК у него. И он скоро будет четвёртый. Сухо забирает просто все точки. Он забрал оба мерчинария, забирает и вторую шахту тоже. Все жирные точки он заграбастал. Но с Айсири его ловит на этой шахте. Казнится одна дриада. Очень чётко с Айсири сажает горгулий. Слетают с них пары и их дыхание не проходит. Падают дриады одна за другой. Фокус от горгулий очень жёсткий. Вирма работает по Мишкам. Мишки тоже терпят очень сильно. ДК с Сорбой. Подходит сюда Варден и с Пандой они пытаются Вирма запокусить сейчас. При поддержке ДК я думаю не увенчается это успехом всё. Падают дриады всё ещё. Вирма очень битый. Похоже Вирму ляжет всё. Да, Вирма умирает. Панда четвёртая. Но у Ильфа умерло просто всё практически. Осталось у него две дриады. Этот медведь скорее всего тоже не уйдёт. Да, получает он хойл. Там умирают конечно горгульи. Но горгульи на медведей менять это так себе удовольствие. Конечно Вирма убили. ДК получил пятый уже. Больше чем на один левел он убивал вражеской армии. И Варден тоже сейчас получит пятый кстати. Да, вот не жалеет на это ножик. И пятый Варден у нас. Лича только сейчас заказывает Сайсирия. 38 лимита у него и 37 у Суха. Да, если будет ещё пятая панда у Ильфа. То конечно здесь будет Андеда очень сложно вырулить. Довольно много он армий потерял всё-таки в том бою. Ну, меньше чем Эльф, но для Андеда критичнее гораздо. Смотрите, Вирм как тупит интересно. Красавчик. И Эльф оставит Экспаншн. С деревом кстати проблема у Суха, несмотря на то, что Шреддер работает. А кроме Шреддера похоже виспов нету. Да, только Шреддер у него добывает похоже ресурсы. Ни одного виспа я не вижу на дереве у него. Варден бегает, контроль там Деда. Не получал немножко. На стафе уходит. Сейчас, секундочку ребят. Нет, не хочет. Не хочет всё-таки гудгейм работать. Так, надо разобраться, что с гудгеймом. Похоже какие-то проблемы у меня с ним. Ну вообще оффлайн? Ну то что. Ой господи. Что ж такое-то? А теперь не оффлайн. Ну понятно, все плохо с в игре, короче Блин Ладно, смотрим дальше Смотрим дальше Икспан там дед видит У него шейда здесь бегает Отстрыл он снова верма Лич вышел Кстати, а где он взял? Похоже в бою вот здесь На шахте он стырил девайс Но рунные браслеты против ульфа не сильно здесь помогут Они не режут урон от кинжала этого Гварденского Как был он 225 на третьем левеле А так он и будет 225 Потому что ульфа это чит просто Конечно же Лича пытается закрепить Ундед получит им Ловела повыше, хотя бы второй Ну тут уже не осталось точек практически Да, последний зеленый вот это И все Ну здесь лич получит, конечно, второй левел суме Варден тут как тут На блинке его тело Пролетело точнее Не, улетит скорее всего На блинке тоже Да, блинкуется просто через реку Видит Андет, что ульфа происходит Что нычка уже достроилась практически Точнее она достроилась, пока шахта плетается И скоро эльф начнет добывать ресурсы Сейчас Андет должен пушить Как-то давить своего оппонента Потому что дальше уже будет хуже Положение будет только хуже-хуже становиться Выходит он из лимита Все ресурсы тратит И сейчас будет идти в атаку Атаку от атаку 5-2 героя у него 5-4 у эльфа У эльфа есть АМШ Есть 500 хп бутылка Есть бутылка маны Есть свиток И это только у Бардена У панды тоже АМШ Аинвул Свиток лечения просто жесть Да, герои у эльфа, конечно, супер прокачаны Хорошо Панда не пятая Но если бы она еще была пятая Я не знаю вообще Карта очень маленькая Здесь сложно Сильно прокачать героев Эльфу это удалось Он сожрал очень много точек Он сожрал Обе точки на шахтах Обе точки на Лагерях наемников Съел свой магазин Ну и свою, короче, половину карты Все он съел Съел свою половину карты И у андеда забрал Самые сладкие точки Вот, соответственно По хп сейчас разница Очень, очень видна Сильно Андед наваливается Давайте посмотрим Перед боем по лимитам Что у нас есть 57 у эльфа И у андеда 60 У андеда еще нет Грейда на Дистроф Но у него и Табуреток Есть одна только Варден сразу Заюзала Аэмшу От фокуса падает Первый мишка В этот раз Дыхание пропускают Гаргулии, кажется Да, пропустили Гаргулии дыхание Два из зеленых шара Машут в разные стороны Один шар дышит огнем Второй кидает кинжалы Вот, и все плохо Сейчас у андеда Да, и ножи пошли Похоже Варден переучился Я не заметил этого На ножике с блинка Или с кинжала Не знаю Падают, конечно Дриадки Но гарги Под длинными парами Мажут очень сильно Варден еще раз Кидает ножи Панда дышит Гарги Супер красные Остается три Панда, кстати, умирает Панда умирает Разлетаются Гаргулии Осталась одна Гаргулия Под фокусом Варден Она очень битая Но еще бутылека КП на 500 очков У нее есть Умирают дриадки Вирм все еще жив Да, дриады умирают И у андеда Неплохая ситуация сейчас Эльф восстанавливает Своего героя Нужно что-то делать Андеду Срочно Нужно как-то дожимать его Как-то дожимать С двумя добывающими шахтами Эльф его сейчас Перестроит армией просто Пытается зафокусить Вирма Эльф Теряет только на этом Медведя Одного за другим Варден получает Довольно много урона Она сама по себе Довольно слаба Это не демон хантер Но маны у нее Просто море Очень жесткий урон Много маны Шестой левел ДК Третий левел Лич Хорошая ситуация у андеда Нужно сейчас Заканчивать эльфом До момента Как выйдет панда И подлетают Свежие гарги Покуситься Алтарь У эльфа Не хватит Скорее всего ресурсов Нет Скорее всего хватит Если отменит Он сейчас панда Ну он и так отменится Когда умрет алтарь Да 700 голды у него Я думаю Это должно хватить Чтобы выкупить в таверне Героя бежит С этой целью Дриадка Похоже И варден Пока просто отвлекает Просто отвлекает Андеда Андеда Надо срочно Что-то делать Надо убивать По крайней мере Колодцы Хотя бы Можно производящие здания Да Что-нибудь Что-нибудь Надо убивать Падает гарга Фокус опять Варденку Варден Практически убили Она еще блинкается Не очень удачно Вынуждена покупать Юзать в смысле Аймшу Колодца Она выпила Три Колодца Или там Четыре почти И Андеда Убивает пока что Медведей Довольно быстро С помощью верма Лич тоже в этом Саппортит Очень нехило Сорбой Четыре дриады Собрал эльф И пытается сейчас Подраться с Андедом Немножко Варден блинкуется Вышла панда Бежит Круголя Дриад контролит Сухо Но одна все-таки умирает Падает первый лорник И все Становится все хуже и хуже Для эльфа Но ситуация все еще Может быть Переломлена У него Нужно подкопить Как-то армию Ну кстати В здании же нет Производящих больше Устанавливает Какие-то здания На экспанде Эльф Видит Сайсирия С его Оппонента Сухо Рядом со своим Экспандом Видит что У панда нет маны Варден снова Пытается Прокидать кинжалы Да И похоже Сайсирия Продавил Продавил Была у него Возможность Он использовал Хороший Хороший По таймингу Момент Он использовал Эльф Поставил Шахту Вложился Голдой В нее И еще Не получил Профита Никакого Как раз В этот момент Напал Андет И смог Продавить Была конечно Ошибка Терять панду Не было Почему-то Стафа А кстати Был же Став Непонятно Видимо там Медведь Какой-то Улетел Перед этим В общем панда Умерла Очень глупо Просто в бою Она стояла Скоро ХП Потом когда ее Заметили Уже было поздно Ее спасать И он ДТС забрал Довольно Легко Не было Каких там Супер Финтов Ничего Просто Панду Убили А если бы была Панда Вдвоем Вот эти два героя Сейчас Колодцев Было достаточно Можно было Еще в магазине Закупать Бутылочки Галда Слава богу Была еще В эльфа С двух шахт Вот В два героя Можно было Раскидать По армии Вообще Легко Гарги Точно Склеились Все А сейчас Варденом Развлекает Андеда Эльф Я не понял А куда делась Нычка Взорвал Что-то Андеда Я все пропустил Куда-то делась Эльфийская Нычка Уже отсюда Ну видимо Взорвали ее Да Подрывниками Скорее всего Не помню Моменту Чтобы Андед Как-то поджимал Там Альфа На базе Или что-то Так Суха Смог Подкопить Немножко Армии Но по героям Уже Андед Выровнял ситуацию Даже обошел Своего оппонента 6-4 у него героя Против 5-4 Эльфийских Варден Конечно Спандой Гораздо опаснее Чем Хотя нет Где гораздо Койл Ново Это Это тоже Одна из самых Жестких комбинаций Конечно А подвермом Кстати Даже герои Терпят очень сильно Его заморозка Очень долго Проходит И Герой Может нам Получать Очень больно За это время Есть у Суха Еще армия Совсем немного Мэйн он увел Со своего Первоначального Респа Но все здания Он уже потерял Один мэйн остался Как раз Четыре дриады Два героя У эльфа А у андеда Просто На каждую дриаду Есть по обому Буквально В прямом смысле То слово Я думаю Я думаю Гаргулей Гаргулей Садятся Помешали Еще отойти Ей даже Но она И так Не уходила Скорее всего И умирает Сухо Да Отличный Момент Использовал Сайсири Четко Прочувствовал Ну Время Когда Можно Атаковать Альфа И 1-0 В его пользу Так Смотрим Вторую игру Смотрим Вторую игру И Вторая игра У нас На карте Twisted Middles У нас Сайсири Против Сухо Всем привет Ребят Кто подходит Рад вас Всех Видеть Мы Смотрим Продолжаем С вами Смотреть Чемпионат Который Мы там Начинали Уже Три Кажется Стримов У него Было Или два Ну Неважно Сколько Было Стримов В общем Были Уже Если Хотите Предыдущие Посмотреть Вдруг То Ссылочка На YouTube Есть Под Под Плеером Там Уже Записи Выложены И Эта Запись Тоже Будет Выложена Если Вы что-то Пропустили Первая Игра У нас Была Moon Против Теда Кстати Вот Там Вы Все Сможете Найти Мы Сейчас Смотрим Уже Финал Лозеров И После Этого Противостояния Нам Останется Только Как он Действует Ну Видимо Опасаются Эльфы Что Будет Харас От Андеда Что Отменит Барак Рядом С Крепами Все-таки Крепы Здесь Довольно Жесткие Они Могут Легко Отменить Барак Тем Тем более Эльф Эльф Вот Здесь Ставят Если Крипов Вот Этих Сагрить То Они Вот Тут Так И Будут Стоять Они Не Будут Отходить На Некоторых Картах Если Допустим Барак Далековато От Крипов Стоит Даже Если Сагрить На Крипов Они Немножко Покидают И Отступают Потом На Место Спауна Своего Вот Здесь Так Не Прокатит Спа Кстати Все Это Вне Мейна Эльфа Хорошо Он Видимо Подготовился К своему Оппоненту Он Знает Где Развешивать Спов Сухо Это Всегда Неприятно Для Эльфа Этот Висп Он Мало Того Что Бежал Сюда Через Сю Карту Тратил Время Которое Мог Добывать Допустим На Ёлки Висеть Так Его Это Виспы За Двоих Их Можно Считать А их Уже Парочку Съел Са Сирия Сухо Контролит Своего Оппонента Он Видит Что Не Продан Телепорт Что Нет Старого Барака То есть Поджима Пока Гулями Не Будет Точно У Гостого Кого Кого Пока Что Демон Хантер Просто За Декой Бегает Ну Кстати Он Не То Что Просто Бегает Сухо Ставит Колодцы Впрок Смотрите Пять штук Он Уже Воткнул Все Правильно Делает Причем Хорошо Они Стоят То есть Вся Армия Может Тусить На всем Пятаке И Всегда Будет Рядом С Юнитом Колодец Хорошая Расстановка От него Гуля Отдельно От Деки Крепится У Сайсирии Скоро Второй Левел Он Уже Получит Да Четко Сайсирия Играет Смотрите Как Контроль То есть В двух Частях Карты Контролится В одной Герои В другой Вся Армия Оставшаяся Проходит Криппинг Сразу Двух Точек Контролит Еще Гулей Чтобы Демон Хантер Не Надавал По Мордасу И Второй Левел ДК Получает Есть У него Аура Гулей Ловят Арчи Но Они Не знают Что Здесь ДК Есть И Под Аурой Гульки Могут И Поживать Немножко Лучниц ДК Кидает Моноберн ДХ В смысле У ДК Нет Маны На Койл ДК В сапогах ДХ В сапогах Демон Хантер Поэтому Не так Просто Его будет Окружить Даже Под Аурой И Хантер Схол Ставит Сухо Т2 У него Уже Готов Окружили Все-таки Демон Хантер Он Тут же Прожимает ТП Не хочет Сухо Терять Даже Первого уровня Героя И Здесь У нас Снова Два Барака Два Барака У Сайсирии Кладбище Это Будут Снова Гарги В прошлой Игре Довольно Неплохо Он их Разыграл А тогда Еще Была Варденка Она С Гаргами С Как Говорит Получше Чем Демон Хантер Демон Хантер Хорош В своем Конечно Панда Вторым Героем У Сухо Как В прошлой Игре И Т3 Запущен У него Он Еще Не Поставил Ни Одного Лорника Кстати Только Сейчас Вставит Лорнице Вставит Лорнице После Прожима Т3 Довольно Странно Неужели Он Думает Что Гаргули Не Будет Сосирик Контролит Гулей Даже Последнего Которого Сто Пудов Отдаст Уже Он Контролит И Бамбар Ему Помогает В этом Здоровенный Гнол Подблочил Демон Хантера Но Гуль все Так Умрет Но Посмотрите Сколько Времени Выиграл Этот Один Гуль Демон Хантер Пробежал Пол карты Лишних За ним А в это Время Окружается Панда Первого Левела И Она Не уйдет Отсюда Тут Есть Гулька На Замену Нет Стапа И Панда Первого Левела Умирает Она Кидает Конечно Дыхание Умирает Один Из Гулей Второго Гулю Даже Не отдает Смотрите Сосирия Пока что Да Не отдает Подблочивает Всей армии Но Нет Нет Забирается Демон Хантер За Каждого Юнита Борются Игроки Лорницы Готовы И Первая Дриада Строится У Суха Уж Не знаю Не познали Гарг уже Две Штуки В Махаче Между Гаргами И Дриадами Очень Важно Чтобы Лимиты Были Хотя Б Равны Если Ну Чтобы Бой Был Более Менее Равный Вообще Равный Конкурентоспособный С обеих сторон Нужно Чтобы Лимиты Количества Гаргаргулей Там Были равны То есть Четыре Дриады Допустим Против Восьми Гаргулей Ничего Не сделают Абсолютно Как Как Наоборот И Сейчас Довольно Поздно Сухо Начинает Строить Дриад Конечно У него Есть Арчи Еще Но Арчи Они Не так Опасны Арчи Хорошо Съедаются Гулями Арчи Не тормозят Юниты Ядом Пытается Сайсири Охарасить Своего Оппонента Гаргами Вот Только Одного Веспа Находит На Мейне Всех Сухо Развесил Где-то Где-то Фиг Пойми Где Но Двух Веспок Сайсири Покарал Все-таки По дереву Пока что Нет Критической Ситуации У Эльфа Но Если Не восстановить Вовремя Веспок То Конечно Проблемы Будут Панда Крипит Обсерваторию В то время Как Демон Развлекает Андеда Покидывает Арбой В Гаргулей В жопман Убегает В панде Выпадает Маска Соби Отличный Девайс Для него И панда Уже Два с половиной Урона Получила У Андеда Все еще Нет Третьего Какие-то у нас Секундочку Еще Ребят Судя по всему Какие-то Адские проблемы Просто с трансляцией Адские проблемы Какие-то С трансляцией У нас Просто Сегодня Похоже Лутгейм Не работает Твич Тоже Что-то Видно Лагает Очень мало Народ Его смотрит Да Один Один Сайбергейм Один Сайбергейм Спасает Нет Ну это не лады Вообще Что-то Гейм не работает Конечно Ладно Смотрим Дальше Забирает Лагерь Наемников Эль Третий Левел Нет Второй Да Второй Получает ДХ ДХ Панда Здесь Получит Третий И Гаргулей Гоняет Виспо По всей Карте Посмотрим По дереву Что У Суха У него Нет Шреддера Вроде бы Да Нет И дерева Пока что Хватает Еще Но Уже С натягом Еще Минус Два Виспа Делает Сайсирия Знает Он Как Воевать Даргами Питаловские Сапоги Выпадают Андеду На Обсерватории Бесполезный Девайс Абсолютно Для него Ловкачей У Андеды В принципе Нет Героя Асуха Забирает Сейчас Су Свою Шахту Свой Экспанд Рядом С базой И снова Разгоняет Виспа По всей По всей Карте Чтоб Горги Не смогли Их Найти Дирижабль Выкупает Сайсирия И Будет Забирать Остров Да Взяла Калита С собой Будет Ставить Базу На Острове Виспы По всей Карте Развешены У Сука Как видите Но проблемы С лесом Потихонечку Начинаются Всего Всего Лишь 150 У него Второй Демон Хантер Третья Панда Четвертый Левел Уже Получил ДК Жезл Иллюзий Выпадает Ему На Драконах И Скрул Реста 300 Хп 150 Мана Восстановление Великолепные Девайсы Элифу Тоже Выпадают Неплохие Девайсы На Крепинге Магазина Роб Мейджи Панда Хорошо Закуплены На Ману Есть Даже Вард Похищения Маны Нычку Ставит Андет И Даже Некрополис Ставит Здесь На Острове Не Наглеет Никаких Там Голых Шах Все Четко И Сейвого 3-3 Героя У Эльфа И Андет Сейчас Его Здесь Поймает Похоже На Крипинге Шахты Панде Выпадает Талисман Эвейжена Да Ловит Андет Эльфа И Нет Телепорта У Эльфа Только Став И Персоналки Сейчас Здесь Покараются Все Дриады Чувствую Я Фокус В Демон Хантера Фокус В Панду Они Оба На Плайну Пробитые Свиток Хила Использует Андет Свиток Ресторейшн Использует Андет И Пронюк В Панду Но На Стафе Суха Очень Четко Телепортирует Панду Убиты Все Арчи Осталось Три Дриады Всего Ловит Демон Хантер И Он Не Уходит Похоже Нет Уходит 27 ХП У него Остается Пытается Андет Его Догнать Нет Маны Деки На Койл На персональном Стафе Пытается Демон Хантер Улететь Но Нет Нет Конечно Нет Тут Слишком Много Андета Рядом И Третий Левел Демон Хантер Умирает Нычку Тем временем Ставят Сухо На Закрепленном Недавней Экспанде Восстановил Он Вроде бы По Дереву Свои Ресурсы Панда Хорошо Закуплена Но Посмотрите Она Не Заюзала Ни Эти Штуки Ни Варды Похищения Маны Я Не Заметил Большого Количества Дыхания От нее Сразу Ее Пронюкали И Она Вынуждена Была Заставаться То есть Не Смогла Она Воспользоваться Девайсами Своими В полную силу На Криппинге Ловит Андет Эльфа Снова Не дает Забрать Магазин Панда Панда Должна уходить Отсюда Только потом Телепорт Пришлось ее Продать Потом опять Купить Телепорт И только Тогда Использовать Паникует Паникует Эльф И Андет Наращивает все еще Своё Преимущество У него уже Достроилась шахта Уже добывает Один Акалит Подстраивается Еще Дополнительное Все понимает Эльф Понимает он Что есть Нычка Потому что Видел Скролл И понимает Что время Не на него Уже Работает Сейчас Довольно Много Дриад Тем временем Панда Полная Маны 400 Маны У нее Где Демон Хантер Демон Хантер Еще не Вышел Даже Шреддер Наконец Сухо Купил Анда Ищет Ниндзя Нычки Но У Эльфа Их Нет У Эльфа Одна Нычка Которую Андет Уже Видел И Контролирует Отменил он Шахту На ней И понимает Примерно Тайминг Когда Шахта Новая Достроится 5 левел Получает ДК Личится Еще Второй Здесь Он Не Получит Третий Скорее Всего Хотя Нет Нет Третий Не Получит Конечно ДК Бежит Чекать Иллюзии Иллюзия Так а точнее Бежит Чекать Эльф снова Без телепорта Вообще Ни одного Девайса Нету Кроме Кроме Став Телепортации Из дирижабля Летит Шреддер Сюда На нычку Кандеду Шреддер Начинает Харасит Тель Всю армию Он тоже Подвел Уже Поближе И Сейчас Будет Загружать Похоже Тоже В дирижабль Накидывать Анда В это Время Забирает Красную Точку Большую Жирную Вкусную Тут Может Какой-нибудь Тинго Девайс Вполне Выпасть Камень Жизни На 300 ХП 1300 ХП У ДК Пятый Левел У него Он Очень Жирный Вига Тискает Кота Рядом Эльф Крипит Красную Точку Так Что-что-что Выпадает Тут могут Выпасть Став Сайланс Выпал Эльфу Отличный Великолепный Девайс Главное Чтоб Суха Не растерялся Мы видели Как его поймали На магазине И он Начал просто Тыкать Какую-то ерунду Нажимать И покупал Ненужных Девайсов Вынужден был Продавать Главное Не завтыкать В бою И есть шансы Пока что Вроде бы Нычку он там Нет Не заборол А что произошло Блин Не прочекал даже Улетел там Куда-то Этот Шреддер Шреддера Здесь убивают На Мэйне Уэльфа Это неудивительно Тут Гаргули Очень много Под фокусом Отлича еще Нову ловит ДХ И вся армия Андеда На него накидывается Но под рейджу Он просто стоит И нарезал Нарезал ДК ДК телепортируется Нычка Ульфа Заработала Нычка у Андеда Тоже работает Все еще Кто-то там Разогнал Этого шального Шреддера Неспрессив Гаргенер съели его И Абомов Абомов строит Сайсирия Это очень жестко будет Сейчас очень много Дриад У Суха И Абомы Их просто Просто задавят Это великолепная Контра Еще тележечка Есть Тут у нас Медведи штампуют Эльф И панда Скоро очень будет Пятая Нет Здесь она не будет Пятая Но Но уже очень близка Эльф Крипится Пытается Наверстать Хотя бы Преимущество За счет Героев Какое-то Получить Но Андед Не отстает От него Третий Лич уже есть Пятый ДК Уже давно Лич третий И скоро Четвертый Получит Есть Скролл Оф Хилинг И у ДК Тоже есть Скролл Оф Хилинг Еще есть Бутылек Маны Нет Телепорта У Андеда Не особо Саевого Но В армии У него преимущество Очень сильное А бомы Здесь тормозят Дрятки Не хочет Андед его отдавать Вписывается В Драку За него ДХ сразу Получил И просто Умирает Здесь Суха Вот то Про что я говорил Суха просто Не доконтролил Он Растерялся Снова Был Став У Панды Был Хил У Панды Массовые Конечно Хоть что-то Можно было Прожать Ну просто Так вот От фокуса Умирает Демон Хантер Хорошие пары Хорошее дыхание Кидает Панда Гарги Пробиты Нужно Хил Использовать На них Юзает Падают Медведи Здесь От жесткого Жесткого Фокуса Да Вот он Умер Дряды Тоже Падают Гаргули Хоть и получают Очень легкой Дамаг От панды Но Всех Дряд Они Нет Не всех Четыре Дряды Всех Дряд Мешок Цел Еще остался Очень хорошо Дерется Какой залп Уже Андет Телепортнулся Но Залп От катапульта Долетела И Дряд Испарила Просто Забавно Эльф Очень хорошо Подрался Сейчас Несмотря на то Что перед этим Он Бездарно Просто Отдал Демон Хантера Но Тут же Он его выкупил Отреджуил И Подрался Очень хорошо Хорошо Подышал На Гаргули Убил Нескабомов Сам Конечно Тоже Потерпел Там Умирали Медведи Андриады Но Разменялся В плюс Эльф Покупает Он Хидден Скроллы По одному Их Есть уже У каждого Из героев Ставит Вторую Нычку И Контролит Андеда Чтобы Тот Не дай бог Не ворхнул Тоже Свои Вторые Третьи Нычки 80 Лимит Андеда 56 Эльфа И Эльф Отстраивается Пока что Продолжает Криппинг Андеда Он хочет Пятого Лича У него Я не знаю Разносторонняя Очень армия Есть катапульты 4 бома Гаргули Тележки Есть просто Просто все Вообще Кого хочешь Убивай И у Эльфа Вторая шахта Достраивается У Дрят Кстати Грейды 3-1 У Гаргули 2-0 Это не такое Большое Преимущество Не такой Большой Перевес Особенно С учетом Того Что есть 3 Митвегона Или 2-2 Да Не понятно С другими Ничего Да 2 Митвегона Это Табуретка Митвегоны Хорошо Сейчас Стоят Пронюк Получает Демонхантер Снова Хиляют Его Реджуом Но Дестроер Снимает Каст Хорошо Продышался Панда Снова Пронюк Демонхантер Вот Сухо Чего Он ждет Интересно Он не кидает Ни сайланс На героев Ничего Он не кидает Просто Пронюки Ловит И умирает Демонхантер Был же Стап Было Все Что ты Ждал Что Демонхантер Будет стоять Сзади И в него Ничего Не полетит Теперь Теперь Панда Терпит Дриад Терпит Снова Сейчас Он хочет Выкупать Похоже Демонхантера Но Панда Теперь Уже Наполучала Панда Очень Битая И Койл Летит Финальный В нее Умирает Панда Да Сухо Просто Как-то Не знаю Выкупает Он все Демонхантер Тут Получает Новую Подмороженную И Койлом Добивает Сайсирия Да Конечно Ну Сухо Просто На своих Ошибках Надавался Были у него Моменты Очень хорошие Очень хорошо Он местами сыграл Но Пара провальных Вообще Драк И И все Так Ну что Давайте посмотрим На сеточку В целом Игра была Интересной Если бы Не такая Финалка Конечно Давайте посмотрим На сетку Вот так Она у нас Выглядит И у нас Сайсирия Велда Литера Да Играет А Нет То есть 2-0 В пользу Мим Да Получается Ну да 2-0 В пользу Мим Так Пока что Ни одной игры Не взяли Игроки Команды World Elite Из четырех Вот И мы смотрим Третий Матчап Сейчас посмотрим Кто у нас там Будет с кем Запускаю Следующую игру И даю вам Картинку Так Ну что И у нас Третий Матчап Это Люцифер Против Инфи Люцифер Против Инфи Меня Я тут Игроков Счет 0-0 Андетт На Хумана Интересный Матчап Хуманов Не очень много В этом чемпионате Поэтому Интересно Будет смотреть В общем И карта Теренас Стенд Это все таки Больше Хуманская Карта Здесь Довольно Слабые Крипы Даже на шахте С рабами Она хорошо Берется Ну хотя нет Кстати На шахте Здесь довольно Жесткие Ну Смотря какая шахта На этой жесткие А вот на этой Вообще слабые Очень-очень Буквально 5 рабов И футмон Под дефенсом Какая-то запись Стримится Или стрим Оффлайн Стрим не оффлайн Это стрим онлайн Ну как видишь Мы смотрим Чемпионат Который прошел Реплей В общем смотрим Чемпионат Который прошел В 2007 Году Вот ВЦ3L Финальная часть Этого чемпионата У нас уже Финал лозеров И остался Гранд финал еще Вот К сожалению Не работают Просто плеера Почему-то не работает Гудгейм у меня Сегодня Я не знаю Что ему нужно У меня У меня идет Рестрим С Гудгейма На Твич То есть Твич работает Он По крайней мере Он что-то Подлагивает у меня Но Он работает А вот Гудгейм Вообще не поднимается В общем Ребят Если у вас Вы смотрите Где-то лагает Там что-то не работает Переходите на Сайбергейм На Сайбергейме Все ок ГГ у меня Как упал На прошлой Трансляции Так он Не поднимается Просто Я не знаю Что с ним делать Непонятно Ну смотрим Дальше Скорочку Так вот Сделаем Так Ну что у нас Здесь по стратам У нас Гули От Андеда Ну а От Хумана Понятно все Тут Архмак Футы Все дела Инфи ставит Вышечку От забегов Скелетов Себе на базу И чекает Андеда Прям Футманом Футман Даже Решил Поиграть Блэйдмастера Убежал Сразу На рабов Инфи Довольно Неплохо Контролит Смотрели Мы его Игры В предыдущих Стадиях Он Может Себе Позволить Так вот Футманом Здесь как-то Харасить Довольно Четко Он все Видит Понимает Этот Футман На харасе Может Подвлекать Оппонента По крайней мере А может быть И что-то еще Сделать Ну кстати Если Следить Немножко Хотя бы За Варкрафтом Который Сейчас Иногда Бывают Какие-то Турнирчики Залетные Непонятные Где Некий Некий Хавк играет Он тоже Постоянно Отслай Футмана Вперед Харасить Там Что-то Следить Не знаю Контролить И этот Футман Может Что-нибудь Тотворить Забрал Андет Своих Крипов Получил Второй Левел И прибегает К Хуману Сейчас Он уже Не будет Его отпускать Видит Он армию Хумана И просто Следует За ним Ждет Андет Нычки Когда будет Нычка Поставлена Ну в смысле Оставится Она будет Сейчас Уже В ближайшее Время Или это Будет Крипинг Наемника Сейчас Посмотрим Да Похоже Наемник Будет Крипить Видит Рабов Андет Подвел Он уже Гули Сюда 5 гулей Шестая Еще Бежит И Крипинг Начинается Он пытался Люцифер Добить Крипа Но не удалось Подъедает Зато Или крипы Добивает Что ли Непонятно В этом Мясе Уже Убивает По крайней мере Хутмана И Третий Третий Левел Архмаг Кстати Или Может Второго Соответственно Очень Жесткий Дамаг Влетает Гули Они Рассыпаются Просто Одна За Одной И Как-то Люцифер Очень плохо Подрался Он Убил Там Не знаю 2-3 Может Раба Футман Кажется Лег Может От Него Даже Но Судя По Экспе Он Убил Там Все Таки Кого То Вот Но Инфи Там Просто У него Всех Гулей Убил Лоху Забежал Люцифер Делает Т2 Делает Грейвьярд И Конечно Это Будет Поджим Нычки Потом С Финдами На Т2 С Финдами Может Вот Но Пока Что Ситуация Очень Плохая Для Люцифера Нужно Срочно Как-то Прокрепить Героя У Кумана Уже Четвертый Архмаг Сейчас Будет Четвертый Архмаг Это Бесконечные Лемы Бесконечные Жесткие Жирные Вообще Больно Плюющие Лемы Третий Левел Получает ДК На Лагере Наемников Какой Девайс Выпадет Посмотреть И Архмаг Четвертый Уже Инвул На 15 Секунд Выпадает ДК Отличный Девайс Снова Прибежал Хутман Контрольный Посмотреть Как тут Дела У Андеда Увидел Т2 Увидел Нерубку И Инфи С вышек Начинает Свой Экспанд Уже Достроилась У него Одна Гвардовская Практически Она Достроится Точно Андед Сюда Не успеет К тому Времени На Мейне Кстати Две Вышки Тоже Он Поставил Инфи Играет Супер Сейвова Смотрите Только Сейчас Начинает Строить Мейн Убивает Троля Хиллера Инфи У Андеда Андед Кидается На Рабочих Минус Два Раба Гулю Не доконтроливает Люцифер Тролль 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 Получает Тролль Тоже Умирает Умирает Очередной Раб И Файлор У Люцифера Вторым Героем Но Тут же Отменяют Его Элема Жесткие Водяные Элемы Архмага ДК Кстати Здесь Заблудился Немножко В армии Хуманской Архмаг Сейчас Попробует Подблочить У Архмага Нет сапог И ДК Убегает Но Какие то Вообще Очень плохие Размены От Люцифера Он отдал Просто Все что было Всех Троллей Всех Гулей Все отдал Убил Конечно Рабов Четыре Штуки Но Стоило ли Оно Того Непонятно Архмаг Уже Наполовину Пятый Что там Я уже Спугался Думал Подрывников Сейчас будет Брать Люцифер Хуман Приходит К Люциферу На Мейн Отменяет Здесь Бойня Строилась Пара Финдов И два Героя Есть у Люцифера Три Финда Уже Хуман Конечно Не хочется Соваться Вперед Там И нерубка Там Мейн Уже Стреляет Неприятно Стоять Все-таки Инфи Укрепляется Просто Делает Т2 Делает Вышечки Перед Мейном Агрессивные Пытается Закрипить Магазин Но Андет Здесь Андет Не даст Просто Так Это Сделать Пока Что Крипы Ничейные Вот Сейчас Андет Немножко Что-то Отошел И Забирает Большого Крипа Похоже Нет Не забирает Вот сейчас Только Забирает Да Вся Экспа Архмагу Бутылек На Ориген Выпадает Здесь Люцифера Убивает Матгалемчика Убивает Одного Футмана Похоже Да Умирает Футман Гонит Он Понемножку Хумана Но Это Такое Ощущение Что Хуман Просто Не хочет Драться С ним Пока что Вот Сейчас Хуман Захотел Вырубил Шилды Дефенс Немножко Огрызается Тем временем ДК Кстати Пробитый Очень сильно У него 200 ХП Всего Еще Очередной Футман Падает От Хойла Скоро Второй Файлок Будет У нас Вышел Инфи Может быть Не может быть А точно Зря Вышел Он Со своей Базы Сейчас Конечно Размена Вот он Здесь Атакует ДК Как-то Пытается Убить Но он Потерял Сейчас Трех Футменов Мангалема Довольно Много Чего Потерял Ну Каких Не знаю Кого Он Там Вообще Убивал Где Ну Крипа Он Забрал И Каких Скелетов Не знаю Чего Он Еще Убил Но Получает Архмаг Катый Левел Это Жесткие Водяные Турены Просто 900 ХП Очень Очень Битый ДК Аккуратнее Им Нужно Быть Сейчас Фокус Пройдет И Он Гаджет Вообще 80 ХП У него Вот Одна Тычка Проходит У него Уже 40 Две Тычки Архмаг Достаточно Нужно Бутылек Хотя Бутылек Купить Очень Опасно Второй Файлорд У нас Есть Что Ухумана Творится Он Уже Наставил Вышек Причем Вышек Не так Много Но Они Стоят Хорошо Инфи В предыдущих Играх Показывал Что Он Понимает Сколько Вышек Надо Для Обороны Как Надо Поставить То Есть Он Не Перестраивает У него Нет Такой Массы Какой Непонятный Лышек Он Не Сидит Там До Того Момента Как Он 5000 Голды Накачает И 100 Лимита Настроит Улучшен Темповый Хуман Хотя И С Башенками Само Собой Ну Какой Хуман Башен В конце Концов Очередной Футман Умирает Два Тролля Кстати Дирижабль Покупает Он В Обсерватории Интересно Есть ли Сетка У Финдов Скорее Сего Вряд Ли Сейчас Она Есть Но Теперь Может Быть Закажет Не Может Быть А Точно Закажет Люцифер Сетку Когда Увидит Дирижабль Люцифер Пытается Закрепить Шахту Свою Хуман Не собирается Похоже Мешать Ему Сильно Летит Хуман На Мейн Это Будет Дроп Парабов А Нет Нет Просто Выгружается Сбоку Не знаю В чем Разница Почему Инфи Хочет Справа Атаковать А не Слева Лучше Сакральную Разницу Увидел Но Маутин Кинг Подходит Кидает Болт В Деку И Почти Он Умирает 100 КП Остается На Телепорте Улетает Люцифер И Табуретку Теряет На Отходе Не Забрал Он Жирного Крипа Пятого Левела Из которого Падает Девайс Ну и Хуман Не Собирается Убрать Грейды На Спалбрейкеров Делает На Спалбрейкеров И Грифонов Делает Инфи И Т3 У него Строится У нас Двух Арканниц У него Строятся Спалбрейкеры Есть Три Вышки Перед Мейном Две Вышки За Мейном Они Стоят Не Очень Хорошо Они Стоят Вплотную Кстати Пара Плевков Дестерами В центральную Лягу Ц3 Посмотрите какой Забавный ДК У него Две Перчатки Силы И пояс Силы Еще Плюс 12 Силы У него 1275 ХП Фэлот С Арбой И Пытается Немножко Как-то Я даже Не могу Назвать Атаналомом Потому что Дамаг Не такой Жесткий У Амдеда Здесь 4 Финда Всего Два Героя Вот Немножко Агрессивничает Амдед В это время Дроп я пропустил От Хумана На дирижабле Залетела Вся армия Хумана В рабов Рабы Эвакуировались Ни один Не потерян Вроде бы Умирает Первый зекурат Здесь Здесь финт Уже вышел Вторым героем У Амдеда Новый он Откидывает В Футманов Первый футман Падает И первый Раб тоже Падает Рабы Пошли 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 Чинить Зекураты Снова Новых футманов Еще один футман Падает Файлорд Уже Третий ДК Без Жизни Без Ничего Просто Окружен Тремя Юнитами И Своим Кладбищем И Выходит Люцифер Уже Здесь Он Очень Да Он Очень Долго Позволил Хумана Добывать Очень Много Ресурсов Хумана Выкачал Никакого Особо Урона Не нанес Все дело Шло Уже К тому Что Сейчас Будет 80 Лимита На 50 И Хумана Просто Раздавит Несмотря Ну то есть Способствовала Разница В героях То есть У Хумана Был Пятый Архмак Уже Давно Так И Это Получается У нас 1.0 В пользу Инфи Загружаю Следующую Игру 1.0 В пользу Инфи Следующая игра На Гноллвуде Так Нужно Счет Поменять Вторая игра На Карте Гноллвуд Не соседние Респы У нас Выпадают Пауру Билдом Строится Алтарь У Инфи Будет Какой-то Быстрый Криппинг Интересно Сейчас Посмотрим Обычно Такой Криппинг Используют На Твистед Мидос Посмотрим Что здесь Инфи Будет Крипить Быстрым Героем Быстрый Герой Архмаг Никаких Паладинов Там Маутин Кингов И прочего Всем привет Ребят Мы смотрим С вами Финальную часть Чемпионата В ВЦ 3L Это у нас Уже Финал Лазеров И гранд Финал У нас Остается Тут Играются Ну то есть Командный Чемпионат Сейчас мы Смотрим С вами Противостояние Между Волд Элит И Мимами Игра Проходила В 2007 Году Версия Варкрафт 1.21 Вот Вроде бы Все Рассказал Такое ключевое Ну и смотрим Наемников Крипит Инфи Вырезает Сразу Троллей Которые Травят Сарбалетов Пока что Не потерял Ни одного Раба И похоже Не собирается Да Он первый Только умирает Здесь От гнолика Первого левела Получает Второй левел Архмаг Получает Кухтистые Перчатки Скорости Андетт Находит Уже Хумана На криппинге Тролля Покупает Инфи Химмера И ДК Спешит Спешит Харасить Куман Строит Лесопилку Рабов Не так Много Здесь А Они же Убегали Точно Рабов Ну все равно Рабов Не так Много Сейчас Нужно Лес Набрать Еще Если Мичку Хочет Ставить Инфи Но он Хочет Скорее Ставить Если Судить По лесопилке Харасит Люцифер Хумана Один Раб С Койла Умирает Пара Скелетов Забегают Прям В мейн И пытаются Отфокусить Еще Рабов Со Второго Койла Умирает Второй Раб Неплохой Уже Харас Минус Два Раба Это Приятно Архмаг Наполовину Третьей Уже И лесопилка Кстати не достроилась Сорвал с нее Рабочего Инфи Магическая Вышка Достраивается На мейне У У Хумана Нам Пингуют Обсерверы Что Не достроил Инфи Ферму Инфи Заказывает Троллей Наловит Здесь Битых Гулей Одну Уже Убил Вторую Скорее Студ Тоже Убьет Контроль Контролит Он Архмага Быстро Прокидывает Фаерболы И Минус Два Гули Архмага Немножко Остается До Третьего Левела ДК Еще Первый Все Еще С Гулями Лицюфер Уже Сейчас Попытается Подхарасить Своего Оппонента Серьезно Инфи Ставит Собирается Крепить Шахту Подбегают Его Менты Один из Гулей Немножко Запутался В армии Хумана И Много Дамагана Получал Но Койлом Спасает ДК И Хуман Начинает Криппинг Андетт Конечно же Не отходит Андетт Будет Поджимать И Посмотрим Что из этого Получится Третий Архмаг Нет Маны На Элема Сейчас Фокус По Рабам Рабы Потеряли Уже Форму Один Раб Падает Гулей Довольно Много Рабы Здесь Съедаются Очень Быстро Гулей И Скелеты Да Два Скелетика Здесь Убивают Еще Раба Большой Жирный Бамбар Достался Хуману Есть Два Вкусных Элема Очень Битых Четко Люцифер Окружает Троля Хиллера Который На Подходе Только Пробежал Из Перчинария Ничем Тролль Не смог Помочь В бою Просто Отдался И Все Не Самый Плохой Харас Был Привет Морт Привет О А что Заработал Гудгейм Что Неужели Или Нет Или Да У меня Не работает Гудгейм Ну Че Мне Сделать Гудгейм Близзард Нужно Писать Срочно Я думаю Да Не работает Гудгейм К сожалению Блин Ну будем разбираться Че с ним делать Если у вас Ребят Подлагивает На твиче Или плохо Там работает Что-то Переходите На Сайбергейм Сайбергейм Вроде Стабильно Работает Хорошо Плюс Там Пинга Нет Почти Задержки Секунд Пять Буквально Максимум Андет Закрипивался До второго Левела Потерял Одну гульку Ну Не критично Уже Хотя Архмак Твуже Жирный Но Плайн Четвертый Хуман Ставит Нычку Нет Пока Ни одной Вышки Пролетают Первые Гарги Уже У Луцифера И Начинает Харасить Вышку Плюс С парой Гулей Сюда Подходит ДК ДК Все еще Второй Койлом Убивает Прям Первого Раба Который Попадается На глаза Вышка Достроилась Гаргули Теперь уже Не так Опасны Для Хумана Съедается Еще один Раб Отдал Конечно Гулю За него Луцифер И забыл Еще одного Гулю Ну да Так Конечно Не очень Разменивается Пока что Луцифер Начинает Инфи Строить Нычку На Мэй не забывает Про вышечки Не забывает Про грейд На броню Здания Луцифер Вместе с Гаргами Забирает Фонтан Жизни На центре Очень быстро Съедается Главный Дракон И падает Книга Опыта С него Эти литолазские Сапоги Сапоги Конечно Бесполезны Для ДК А книга Опыта Он очень рад Он сразу Третий Получил Уже С половиной Он уже Догнал Хумана По Экспе Одну Точку Закрепит Девайс Конечно Хотел Звук Повкуснее Ну и так И так Отлично Хуман Подходит Не особо Вовремя Койлом Сразу Теряется Футман У него Вообще Не вовремя Точнее Он подходит Луцифер Закрепился Декап Мотный Вся армия Отхилена И Снова Приходит Андет На Харас Вышка Напугала Гаргули Они отходят Фокус По Тролю Берсеркеру И он должен Наверное Умереть Я думаю Да Умирает Этот тролль Битые Битые Бульки Они Умирают По очереди Но Второй Тролль Тоже Падает Это Отлично Сейчас Для Люцифера Он Уже Обогнал Обогнал Архмага Вы посмотрите Четвертый Левел Уже Деки Против Третьего Архмага Был разрыв Просто Бешеный В другую Сторону Тир 2 Запускает Инфи У него Ресурсы Прям Впритык Впритык Люцифер Никуда Не отходит С мейна Ой С экспанда Оппонента И продолжает Харас Здесь всего Две вышки Третья Только Строится Гоняет Люцифер Футмана Но Нычка Добывает Нычка Добывает Футманы Очень быстро Умирают От фокуса Гаргулий Да ДК Уже Почти На половину Пятый Архмаг Еще не Четвертый Да Вот он На половину Пятый И наваливается Наваливается ДК С горгулями На вышке Минус Строящаяся Вышка Будет Да Не успевают Рабы Вычините Удар Приходится В рабов Они разбегаются Архмаг Здесь пытается Привлечь Как-то Внимание Отвлечь Андеда Раб Бежит Куда-то У Люцифера Зачем-то На центр Прибежал Что это Такое Умер Один Из Рабов У Хумана Пока Что Люцифер Харасит Очень Хорошо Несмотря На сумбурное Такое Довольное Начало Сейчас Он Смог Уже Получить Преимущество И Гарг Очень Много У него Он Очень Много Их Сохранил Героя Хорошо Прокачал Киталаски Сапоги Давно Надо Продать Уже И Т2 Заканчивается У Хумана Достраивается Минус Уберг Очередную Вышку Похоже Да Ее Отменил Инфи Сам Минус Две Вышки Они Сделали Строящиеся И Наваливаются На Работающие Вышки Андет Строится Похожа Элем Ухумана Болт Ловит ДК И Монтинг Останавливает Атаку На Архмага Но Сам Получает Фокус И Сейчас Должен Помереть Так С Койла Он Умирает Койл Новый Ловит Ничего Удивительного Обычная Ситуация Когда ДК Пятый Лично Половину Третий Уже Это будет Очень Жестко Когда он Будет Третий С Третьим Койлом Вторая Новая Стакается Супер Круто 500 Дамага Они будут Вливать И Люцифер Просто Сносит Мейн Хуман Отдает Его Мейн Ну в смысле Мейн На нычке Который Инфи Понимает Что он Проигрывает По инициативе И решает Докрепить Хотя бы Героя Еще не Четвертый Архмаг Кстати Представляете Был такой Момент Когда Архмаг Был третий А ДК Все еще Первый По моему В этой игре Но На данной Стадии ДК Обогнал Очень сильно Архмага Теряется Гарг Или теряется Здесь Хавк На Размене На каком-то С скрипами Вместе Там Махались Ребята И Андетт Пытается Поймать Хумана Архмаг Телепортируется На персональном Стапе Улетает За хавками Лицофер Гонится Что здесь Сделает Этот трап Я так и не понял Просто Он похоже Чекает Вот эту точку Чтобы Не закрепил Нижний Вот этот Экспанд Хуман Не поставил Там втихаря Еще один А нет Подожди Как он может Там Запипись Втихаря Короче Вообще Это Не понимаю Что Сделать Этот Трап Я на секунду Подумал Что Хуман Здесь Вот Находится Здесь У нас 50 Лимит И Срочно Надо Маунтин Кинга Получать Хотя бы Третий Андет Чекает Все Андет Видит И торопится Вверх Ловить На Криппинге Т3 Прожимает Люцифер Трап Трап Здоровенная эскадрилья горгулей Врезается После Хавков Нового Хавки Ловят По крайней мере Три из них Не уйдут Нет Два Не ушли Но герои Очень опасно Нет телепорта Один только персональный Став Новый Койл Ловит Архмаг На персоналке Пытается уйти Но фокус Очень жесткий И не уходит Не уходит Буквально Доль секунды Не хватило Архмагу Падает Четвертый Архмаг МК Бежит Он всего лишь Первый И мана Есть у Андеда Тоже Но вот Да И просто Инфи Выходит уже Не удается Не удается Ему ничего Сделать Здесь Люцифером Несмотря на сумбурные Началки Я говорил Смог Люцифер Довольно неплохо Нахарасить своего оппонента И сравнивать счет 1-1 Так Давайте Загружаем Следующую игру Так Следующую игру Запускаем Это будет у нас Решающая игра Между Инфи Люцифером Так Даю вам Картиночку Так Все Погнали На Twisted Midas Последняя игра Снова Power Build Алтарь Инфи Здесь все Понятно Но Респы Супер Позитивные Для Люцифера Он о таком Просто мечтал Всегда Я уверен В Хумана Если бы он еще Вот Сейчас Что можно сделать Было лучше Алтарь поставить Вот здесь То есть Отсюда Ближе бежать До этой точки И это не прикол Вот эти там Буквально Десятой доли секунды Они могут решить Очень многое Люцифер очень близко Бежать До Нычки Хумана Гуль почему-то Убежал вниз Что это было Такое Гульд Бежал Вот до Суда И развернулся Убежал Обратно Ничего я не понял Как Что Люцифер Там делал Выходит ДК И ДК Бежит В правильном направлении Я так понимаю На крипинг Здесь Умерло Два раба Кажется Судя по крикам Да Вот они Трупики лежат Два раба У Инфи умерло Грязно Он очень крипится А Люцифер нашел его Все понятно Я не заметил Что здесь Акалит был Труба Легиона Выпадает Инфи 21 армора Аура У Люцифера Просто две стороны Была разведка Акалит и Гуль в разные стороны Убивает еще Люцифер Койлом Крипа Скелеты Казнят еще одного Раба Еще один Раб умирает Просто беда Просто беда Четверых Или пятерых Даже рабов Потерял инфи на этом криппинге Не заработал Нормальных девайсов Не заработал Третий левел Не было книги опыта Еще и крипа Одного отдал Люциферу Это Минусова Минусова очень Ну пока что Это не критично Потому что он все таки Закрипился И второй левел Получил И футманы у него есть Но по экономике Сейчас Просадка есть приличная Он не сможет Сейчас очень быстро Поставить экспант Во всяком случае Нужно срочно Рабов Подстраивать Нет Ни леса Ни золота Ничего Пытается крипиться Дальше Инфи Т2 Прожал Люцифер Снимает Всех гулей И будет Сейчас давить Будет давить Он понимает Что Хорошая ситуация Для него Пытается он еще Крипджекнуть Гнолика Удается За крипджека Гнолика Да Уже Меньше половины Левела остается Нет Не будет Люцифер давить Или будет давить Будет Будет Бегут гули Будет Люцифер давить А Инфи Все таки Ставит Экспант У тебя же Дерево Наверняка Нет дерева Ничего Нету Просто По кулдауну Выходят Рабы Отстраивает Их Инфи Ну По ресурсам Плохая ситуация У него Видит Люцифер Что мало Рабов На мейне Понимает Что криппинг Идет И все гули Забегают В мейн Здесь одна Магическая вышка Герои Футманы Находятся На криппинге Сейчас они Только начали Буквально На криппинг Гули Сейчас разрывают Рабов Наваливаюсь Еще и на вышку ДК Встал под Вышку Потерял Суману Вышка Падает Да Падает Вышка Рабов Всех Срывает На Милицию Инфи Прожимает Все таки Андеда Отгоняет От своей базы Немного Люцифер Вынужден Отступить Но Люцифер Там не потерял Никого Похоже Вот я вижу Здесь два Трупа Рабов И минус Вышку Он сделал Плюс Очень долго Рабы Сражались В форме Очень долго Бегали Еще Это все Очень Минусовые Действия Не хватает Ресурсов Сейчас Уинфи Критично Очень Он не может Ни экспант Поставить Ничего Девайсы Бесполезные Абсолютно Выпадают Умирает Еще один Раб Очередной Второй Левел Получает ДК Его окружают Рабы Рабы И Архмакс И левами Атакуют ДК ДК Телепортируется Нельзя конечно Отдавать Сейчас второго Левела ДК Это очень Опасно Еще пара Рабов Пока Телепорт Работает Умирает Уинфи И у него Все еще Нет голды И дерева Строит он Лесопилку В два Раба Сразу Торопится Уже Гарги Начинают Штамповаться У Люцифера Одна Вышечка Магическая Только Строится У него У инфи В смысле На Экспанде Вторая вышка Гвардовского Он заказал Укладку Так И Люцифер Приходит Снова На мейн К инфи Здесь есть Шреддер Кстати Минфи Решил Таким способом Решить Проблему С лесом Шреддер А кликом Просто бегает За Люциферским Декой И Люцифер этим Пользуется Окружает Шреддера Шреддер Очень ценный Он стоит Там 200 Чем-то Дерево Просто Колоссальная Просто потеря Сейчас Для Хумана Почти Третий ДК Архмак Уже Третий Конечно Но по экономике Все очень плохо У Хумана Гарги Начинают гонять Футманов ДК Битый Но гулей Довольно много Умирает очередной Футман Все еще не заказана Нычка И нет еще Ресурсов на нее Шреддер убит И дерево Теперь ждать Еще очень долго Придется Гульку Пытается инфи Убить Удается Красиво Он подблочил Футманом Контроль у него Хорош Конечно Но такое ощущение Что он просто Теряется иногда В какие-то моменты Рабов Подстроил он Но все-таки Это недостаточно Такое количество На лесе Ну по крайней мере На первое время Все еще штампуются Рабы По кулдауну Леса меньше сотни Еще Футманы Гоняют деку Пытаются Отжать его Все-таки А поставил Поставил Экспанд свой Ставит Две вышки Здесь есть Магическая И гвардовская И ставится Экспанд Гарги Летят на Мейн Похоже Будут Харасить Рабов На дереве Или нет Тогда Нет Да Да Нет Гулли Свежих Срывает Люцифер С добычи леса И Разворачивает Футманов Обратно Гарги Просто летают Пока не знаю Кого атаковать Вот Побежали менты С базой И Хорошая цель Сразу Один из ментов Получил По лицу Больно Падает Один из Футманов Третий ДК Есть у него Бутылек КП Наваливаются Гарги На вышку Вышку Отменяет Грейт Вышки Инфи Одна единственная Гвардовская вышка На мейне Не может пока Надежно защитить От Гаргулей От Хараса Гаргулей Застыкал Архмаг Просто В тупую Окружает его Люцифер Тут же Телепорт Прожимает Инфи И куда будет Телепорт Вперед Оказался Пытается снова Окружить Люцифер Гульки Цепляют Архмага Но Архмаг Улизнул Улизнул В сапогах Он подвижный Убежал Т2 Прожимает Инфи Одна вышка Всего лишь Одна вышка Опасная Очень ситуация Но сейчас Инфи нужно Терпеть Конечно Как можно Дольше Отманивать Люцифера От мейна Пытаться Как-то Там Не знаю Может быть Забежать К нему В мейн Там Рабов Попробовать Атаковать Сейчас Очень сложно Сделать Пока Гарги Прям на Мейне У него Убивают Эти Гарги Вышку И Инфи Выходит Он понимает Что не защитить Сейчас Мейн Никак Просто Гарг Никак Не убить Они Сейчас Всех Рабов Казнят Да Инфи Выходит Люцифер Очень клево Сыграл Вторую Игру Ну Третью Смысля И 2-1 Люцифер Выигрывает Давайте Посмотрим Сеточку Так Смотрим Сеточку Где у нас Сеточка Так Вот Такая Ситуация У нас И Люцифер 2-1 Тоже Побеждает В своей Игре Вот У нас 3-0 Счет В пользу Команды Meet Your Makers Но Я не знаю Почему Но в пайпке Все еще есть Игры Я не знаю Почему Все Все Вот эти Матчи Игрались Бо-3 А в этой Уже Три победы Есть у Мейкерс Но игры Продолжаются Но мы Конечно же Будем смотреть Дальше Там есть еще Игры Вот То есть Я не очень понимаю Обычно Просто Там Короче Сейчас Сейчас Покажу Все Давайте Смотреть Есть еще Игры Между Meet Your Makers И World Elite То ли Из-за Того Что это Как его Называют Господи Финал Лозеров Там уже Может быть На этой стадии У них Бо-5 Играется Типа Того Вот Но у нас Тем не менее Есть еще Игры И смотрим Следующая игра У нас будет Фокус Против Скай Загружаем Первую Игру Даем Картинку Скай Против Фокуса Фокус Порхумен У нас Интересный Матчап На карте Эхо Айлс Посмотри Посмотри Что делает Скай Ранее Лесопилка Лесопилка Вместо Барака Короче У него Это будет Быстрая Застройка Господи Что он делает Господи Что ты делаешь Где играешь Призовой фонд Напомню 10 тысяч евро На команду В этом чемпионате Первое место Занявшая Команда Занявшая Первое место Получает 5000 евро Архмат Первый герой У Скай Блэйдмастер У фокуса Лесопилка Готова Тут же Вышку ставят Что это Так вообще Я не понимаю Что Скай Делает Но это Не застройка Получается Если он Вышку ставит Все на мейне Сейчас посмотрим Что-то Что-то Недоброе В общем Он готовит Зачем Такой Быстрый Ламбармил Нужен был Непонятно Фокус Чекает Рабом Страту Оппонента Своего Казалось бы Что вот Можно чекать У Хумана На Эхайлз Понятно Где он Понятно Что он делает Все Хуманы Делают Одно и то же Но вот Фокус Все равно Чекает И Я не уверен Видел ли он Лисопилку Тут вообще Не поймешь Понятно Мне кажется Он не видел Лисопилку Но он видел Барак Он видел Алтарь То есть Он понимает Что все Пока нормально Никаких там Чизов нету Когти атаки Выпадают Фокусу На первой точке Великолепный Девайс для Блэйдмастера Архмаг Не знаю Не знаю Не очень я понял Смысл ее Такой ранний То есть Барак же Можно было построить Потом Лисопилку Пытается На шару Прокрипить Морлоков Скай Из которых Поваливаются Книги Книга силы Выпадает На этом Морлоке Не проканала Блэйдмастер Уже на магазине Он ждет Сапогов Архмаг Тоже сюда Подходит И Кто выкупает Сапоги у нас Будет Крипов Блэйдмастер И Скай Вынужден Отступить Архмагом Блэйдмастер Спокойно забирает Сапожки И Довольно Бежит Резать Коня А Скай В это время Забирает Вторую зеленую точку Рядом с базой При помощи Кутманов И рабов Архмаг Просто бегает Пока от Блэйдмастера На Блэйдмастер Сапогах И Урон по Архмагу Проходит Архмаг Сейчас купит Став Похоже Трепортации Да Купает Став Просветочку И уходит На стаффе К своим Своей армии Т2 Быстрее у Хумана Чем у Арка Такое не часто Увидишь Ну именно Для этого Была лесопилка Я не уверен Ну значит Есть какая-то разница Все-таки Это какие-то секунды Но они значит Решают многое Ну это похоже Будет Быстрый Т2 И потом Застройка С первыми Кастерами Ох Как Как улетел Архмаг Я Не понял Было Да Прошел по нему Урон Но не добил Просто фокус Циферка Выскочила Из блейда Значит Урон Прошел То есть Будет застройка С ранними Кастерами И Скайф Хочет прийти И начать строить Вышки В тот момент Когда У фокуса Еще не будет Юнитов Второго уровня Это очень важно То есть Если бы Не лесопилка То Т2 У Хумана Чуть задержался бы И когда Начиналась бы Застройка Орк Уже Смог бы Обороняться При помощи Рейдеров Там Был бы Спиритлинг У него уже А сейчас Скорее всего По таймингам Будет получаться Что Не сможет Орк Еще получить Технологичных Юнитов Забирает Хуман Вторую точку С книжкой Нужно Прочекать Что там Выпадет Блайду Выпадает Тарисман Эвейжена И здесь Еще один Том Сила Архмаг Качок Попался Две Арканки Ставит Хуман Маунтин Кинг Второй герой И у орка Шадоу Хантер Само собой Второй герой Делается Спирит Лаунж У Фокуса Это Хорошее Хорошее Здание Против Застройки Смотрит Скай Рабом Что происходит На мейне У Фокуса Блин Такие игры Клевые Просто Видно Что Прям Прям Все Понимают Зачем К чему Третий Левел Получает Блэйдмастер Уже Это может быть Критично И сорочка Первая Заказана Хиляется Архмаг Регенит Ману Закупает Вышки Маунтин Кинг Передал Архмаг Ему Сапожки Сам Купил Хилочку И Блэйдмастер Видит Эти Эти Вышки Видит Битого Архмага И начинает Его атаковать Сбивает С него Хилку Блэйд Получил Молоток По голове Начинает Его Покусить Ну Все Кто есть Рядышком Под Слоу Кидает Его Сорочка Нет Маны У Блэйда И Телепорт Выжимает Из своего Оппонента Скай Фокус Не подрасчитал Не ожидал Здесь Сорку Увидеть Похоже Ну Хотя Вышел Малтин Кинг Должен Он был Понимать Что Вот Уже Кастеры И Бежит В застройку В застройку Бежит Скай Шадохантер В это время Крипит Мерченарий И Вышечки Саевого Ставит Скай Довольно Далеко От базы Орк Они не будут Ни для чего Достреливать Это опорные Вышки От них Будет Начинаться Блэйд Хиляется Блэйду Не нужно Крипиться Он уже Третий И Третья Вышка Ставится Уже Чтобы доставать До Барака И алтаря Еще одну Вышку Строят Рабы Орк Возвращается Есть у него Спирит Уокер Под слов Падает Снова Блэйдмастер Первая Вышка Падает Под спидами Врываются Гранты И вся Остальная Армия Орка Убивает Вторую Вышку Третья Вышка Тоже Отменяется Очень быстро Очень быстро Мощный Дамаг Влетает Четвертая Тоже Убивается И Застройка Провалилась Похоже Убивает Скай Первого Троля Берсеркера Покусит Второго При помощи Болта Умирает Второй Троль Под хекс Падает Маунтин Кинг Его режет Блэйдмастер Маунтин Кинг На сапогах Довольно Резво Бежит Блэйдмастера Элемы Довольно Хороший Дамаг Вливают Пробили Спирит Уокера И сейчас Занимаются Грантом Вместе с Архмагом И Грант Но Грант Битл Убегает Тоже Все разбегается В разные стороны У Ская Все разбегается В разные стороны У Фокуса Они стараются Терять по минимуму Юнитов И есть Хекс Сейчас у Шадоу Хантера Есть ли сетка У рейдера Скорее Сюда Есть сетка Потому что Второй рейдер Уже в заказе Да Сеточка На Архмага Крит Удар Хекс Нет Не успел Хекс Завязать Телепортируется Архмаг Понял что Дело пахнет Керосином Да Это Ну Я не знаю Мне кажется Это все уже Обычно Если застройка Не удалась То То это ГГ Для тебя Застройки Они такие Вторую попытку Похоже А нет Нет Скай хочет Закрепить Мерч На этот самый Marketplace На центре Есть у него Уже 3 сорки 2 приста Но Мяса Какого-то Нет Нет Тех Кто будет Принимать Урон Один Mountain King Против Орка Не выстоит Конечно же Орка Довольно Много Но он Не вышел Кажется Еще из 50 Конечно Да 49 Ровно Окс Уже Отстроил Лимит Полный У Хумана 35 Всего лишь Первые Брейкеры Пошли Второй Левел Получает Mountain King Получил Инвул На 15 Секунд Из Крипов На Marketplace Орк Закрипал Свою Нычку И Хуман Бежит На магазин С витками Похоже Почти Что Третий Shadow Hunter Но Почти Не считаясь Как известно Хуман Забирает Магазин Орк Это все Видит И Нет Все равно Хуман Забирает Жезл Иллюзии Здесь Выпадает На Из Главного Бамбра Инвул Юзает Mountain King На 15 Секунд Блейк Начинает Нарезать 40 Первый Прист Уже Падает Под Слоу Кидает Хуман Армию Оркам Но Дисполы Дисполы Летят Есть Три Спирит Уокера Это Очень Хороший Саппорт Mountain King Подсетка Его режут Все И он Умирает У него нечем Спастись Архмаг Без Телепорта Есть Только Бутылочка ХП И Армия Хумана Тает Ну Уорка Было Больше Раза Полтора В начале Боя Уже Здесь Третий Shadow Hunter И Здесь Ничего Не Сделать Просто Архмаг Окружают Конечно Подсетками Это Сделать И Инфи Скай Похоже Не контролит Особо ГГ Он Просто Пишет Да Не удалась Застройка У него Слишком Какую-то Странную Он Билд Ордер Выбрал И Не помог Он Не помог И Это 1-0 В пользу Фокуса Загружаем Вторую Игру Скай Показывал Хорошие Игры Странно Что Он Какой-то Чиз Решил Сыграть С Фокусом Мы Смотрели Предыдущие Игры Скай Были Клевешные Ой А че Я 1-1 Написал Я Не поменял Счет Да В прошлой Горе Ну Была Ничья Как и было Написано В принципе 0-0 Только Было Вот А теперь У фокуса Одно Очко Уже Есть Одна Победа И Вторая Карта У нас Lost Temple Lost Temple Все-таки Считается Арковской Картой Потому Что Арку Очень Легко Контролить Центр При Помощи Блейда В Инвизе Очень легко Забрать Центр Когда Он Видит Блейдом В Инвизе Что Хоман Ушел Например И За счет Этого Центра Этот Блейд Становится Мало То Что В Инвизе Становится Еще Очень Жестким С Какими Хорошими Девайсами Если Пропрет То Пиши Пропало Конечно Для Хомана Тоже Есть Плюсы На Этой Карте Здесь Хорошая Нычка В Хорошем Месте Совсем Недалеко От Мэйна Легко Берется Легко Ее Оборонять Сравнительно Вот И Хоман Начинает Криппинг Забирает Он Свой Экспанд Довольно Быстро С рабами Это все Убивается Кольцо Защиты Выпадает Орк Пронимается За Троллей На Центре Я не Уверен Но на мой Взгляд Выгоднее Убивать Сначала Хилера Здесь Он Довольно Он Довольно Хилый Хилер Довольно Хилый И Можно Было Убить Довольно Быстро И Соответственно Все остальное Тоже Отскакивает Быстро Уорка На этой Карте Очень Быстро Т2 Включается Потому что Нет Магазина Он Ему Не Нужен На Первых Стадиях Из-за Того Что На Центре На Фонтане Блейд Может На Халяву Хиляться Хиляться Гран Тоже Встает В Читерскую Точку Сделяется Блейд Бежит На Следующих Троллей Скай Начинает Ставить Экспанд Агрессивно В этот раз А хотя Там же Инфи Играл Точно Скай В отличии от Инфи Агрессивно Ставит Экспанд Посмотрите Одновременно И вышку Экспанд Заказывает Инфи Заказывал Сначала Вышки Ждал Пока Они По крайней мере До половины Хотя бы Нагрейдятся Уже Потом Только Начинает Экспанд Ставить Ну Скай Вот так Играет Орк Бежит На магазин За сапогами Гран Приходит На Нычку Все Видит И Еще Парочка Грантов Подходят Сапожки Орк Купил Не Продают Почему-то Очень многие Орки Кольца Защиты Я бы Продал Конечно Блэйдом От кольцо Зачем Оно Нужно То есть Оно Дает 31 Сейчас У него Защита 31% А без Кольца Ну там Будет Ну 20 Не знаю 7 Не Изрешают Эти проценты Конечно Орк Забирает На центре Точки Одну За другой Хуман Пока что Побаивается Бегает Вот сейчас Архмак Бежит На магазин Тоже Сапожки Купать Две Перчатки Скорости У Блэйда Есть И Т2 Почти Достроена У Орка У Хумана Пока что Одна Вышечка На мейне Строится Одна Гвардовская На экспанде И вторая Гвардовская Пока в проекте Блэйдмастер Будет Третий Левел Здесь Получать Уже Сейчас Хуман С сапожками И с персональным Телепортом Выдвигается В центр Тут мы уже Подбежали К фонтану Практически Орк Забирает Очередную Точку На центре И опять Кольцо Ему Выпадает Ну посмотрите То есть Был 31 А нет Там Больше 2% Ну то есть 6% Прибавило Кольцо Защиту Ну фиг знает Короче 6 на предыдущие 7 Пять 2 кольца 17% Груй 13 70% Фиг знает Но с другой стороны Девайсов пока нет Все равно Почему нет Может в галде Нет потребности Особо Третий левел Блейд Куман приходит На мейн Пытается По таймингу Приходит Скай Он знает Когда будут строиться Т2 здания И приходит Их отменять Отменять Поджимать Но тут как тут Он все видел Еще подрезает Футмара одного И Харас Не удался Совершенно Ничего Не отменено Убит Футман Шадоу Хантера Ой господи Шадоу Хантер ТЦ вышел ТЦ вторым героем И Блейд пока гоняет Футманов по карте А экспан Конечно же достроился Строится в вышке Уже Две готова Две Заказан грейд На мэне Скай тоже не забывает Вышки И Т2 он прожал Все еще Харасит Архмагом Здесь конечно Он не сможет Много чего убить ТЦ Крипится На шахте Опять кольцо Очередное Вот ДТЦ Кольца хороши У него защиты Мало Т2 В смысле Левел 2 Получает Турен Чифтан Три раба У Ская Бегут В сторону Левого Нижнего Экспанда Он будет Издалека Похоже Застраиваться Здесь Вышечки Какие-то Проходят Здесь Ставить Я таких Тонкостей На этой карте Не знаю Не уверен Похоже Что не будут Агриться Хрипы Иначе Не ставил Конечно Скай Такого Блэдмастер Подрезает Очередного Футлона Рейдер Ловит Архмага В сетку Пока что Разносторонние Пробегушки Фокус Ставит Экспанд Свой Тут же Чекает Его Скай И Архмаг С Водяным Элементарем Пытаются Отменить И футман Еще здесь С ними Компания Но Архмаг Тут же Наполучал Отблайда И пока что Нет Экспанд Отменяется Отменяется Экспанд Это же Элемы Элемы Жесткие Подрезан Футман Экспанд Отменен Нужно Раба отвезти Отсюда Элемы Убьют Еще раз Заказывает Фокус Экспанд ПЦ в это Время Закрип Жирную Точку Уже Практически С Големом Рунные Браслеты Выпадают Ну Может быть Вполне Неплохой Девайс Против Молоточка Третий Левел Получил Кстати ТЦ И это Это Всегда Приятно Думать На Сорочек Вторым Вейвом Ой как Классно Смотрите Глухую Стенку Ставит Скай Из вышек Прямо Сейчас Похоже Рабом Будет Агрить Просто Крипов И Вышки Будут Сами Крипиться Потому что Армии Сюда Скай Уже Не пройдет Просто Внутрь Идет На базу К скаю Фокус Со вторым Ой с третьим В смысле ТЦ Блейд Контролит В это время Архмага И ТЦ С четырьмя Грантами Подходит К спанду Здесь Можно Слева Прям Зайти И думать Рабов Очень Классно Пока Не Определился Фокус Куда Отковать Видит Маутин Кинга Маутин Кинг Откинул Болт И Отступай К мейну И Что-то В замешательности Бегает Фокус Туда Сюда Так И не Решился Никуда Атаковать Я думал Он покидает Вейвы Хотя бы В рабов Ну так Хорошо Можно Бросить Постоять Секунд Тридцать Хотя бы 2-3 Вейва Все Приятно Что Сдуешь Кого И решает Видно Магазин Забрать Фокус Может Увидеть На самом деле Он тут Лышки Да Скорее Все увидит Вышки Уже Забрали Здесь Нет Не Крипит Магазин Пытается Архмага Поймать Рейдеры Смотрите Очень четко Стоят И фокус Ставит Второй Экспанд Фокус Решил Поиграть У Муна Смотрелся Видно Игр Своего Соклановца И Накидывает Накидывает Бэтрайдеры У нас Ах ты Чизер Бэтрайдеры У фокуса Это Бэтки Будут У нас С Бензином Похоже Это будет Беда Сеткой Поймали Все таки Архмага Но получал Он На телепорте Уходит 3-3 Героя У Арка У Хумана Смотрите Строится Один Грифон А там уже Ну 3 Грифят Не поставил Хуман Но первый Грифон Пока что По заказе Грейды Строятся На Грифонов Орк Все это Понял Заранее Уже Нет Это будет Не бензин Конечно же Это я просто Очень хорошо Играю за Орк Поэтому Так прочитал Ситуацию Будут Просто Бэтки У нас Против Грифонов Пока что Хотя Может и Бензин Там что Если Две нычки Есть у Арка Он может Что хочет Делать У Хумана Тоже Ставится Ничка Третий Герой Конечно же Паладин У Хумана Ну Т3 Конечно Готов Понял Иначе Грифон И Паладин Конечно Не строились И Фокус Нет Он Он Не видит Здесь Не видит Он Здесь Вышки Фокус Крипит Магазин Прям Под Базой У Хумана Что За Девайсы Хилен Варды Нападают Ну Так С С С Крипит Очень Хорошо И Легко Четвертый Блейд Третий ТЦ На разведочке Элементаль Воды И уже Первый Конь Грифона Хумана Не так много денег упуская, хотя забабахал он уже 3 грифятни, но это на будущее. Подковку делает. Это на будущее, потому что он знает, что будет у него 2 экспаунда. Бетки Куролеса вокруг Хумана взрываются в грифонов. 4 бета на 2 грифона, отличный размен. Аура Архмага выпадает Хуману с крипов. Не повезло. Еще пара беток подлетает, но крипы ловят одну из них в сетку. И орк ловит Хумана рядом со своим экспандом. Сеткой пойман паладин, ему передают ТП. Он уходит и Хуман, похоже, без потери отсюда уйдет. Даже не взорвался грифон. Ставит своих меминов в Хуман. Вселяет. А орк добивает точку, которую не забрал Хуман до конца. 4-4 у него героя, орка. И пока что одни бетки строятся. Но нужно что-то делать, пока орку как-то шевелится. Может тоже... Да не может, а точно Т3 нам нажимать. С таким количеством голды нужно рабов подстроить и Т3 нажимать. Нужны технологии. Скоро грифоны будут с тремя грейдами на броню. Грифоны. Какие там грейды сейчас? Уже два. Уже два грейда. И бронированных грифонов, конечно, будет гораздо сложнее взорвать бетками уже. Но их уже непросто. Смотрите, дроп готовится. Улица Фера. Похоже, он знает все-таки про нычку. Все запалили. Все запалили. Теряется рейдер сразу. И начинается бой. Второй рейдер тоже падает. Сеточкой Люцифер ловит Архмага. Стомп у ТЦ. И состаненный Архмаг едва-едва не помер. Отхиливает его паладин. Архмаг отступает. Буквально там на лалах на каких-то 10 хп, наверное, оставалось. Болт получает ТЦ. Пытается что-то сделать. Инвулуму передает Блэйдмастер. Инвулум ТЦ спасся. И бетки взрываются в Грифонов. Минус-минус Грифоны. На телепорте уходит ТЦ. У орка не осталось ничего, кроме двух героев. Хуман смял просто все. Три грейда на броню уже у Грифонов. Да, это беда. И один грейд на атаку. Еще дирижабль. Здесь забыл орк. И все. Очень-не очень у орка. Хуман крепится. Второй левел Паладин уже есть. Паладин с диваном. И Хуман сейчас найдет нычку. Фокуса. 2-1-2 героя всего лишь у Хумана. Но за счет преимущества в очень жесткой армии 4-4 героя орка не могут ничего сделать с ними. Не забывает Хуман покупать телепорты. Заваливается Скай в рабов. И режет. Хавки очень четко ловят беток. Немало беток поймана. Левелапаются герои Хумана по очереди буквально. Третий Паладин уже. Хил в Архмага. И Архмаг стал света буквально. Выскакивает обратно в бой. Фокус снова у нас идет по ТЦ. Прожимает ТЦ. Фокус. Фокус, фокус. Да. Как и есть. И отдает, отдает Фокус свой экспант. Хумана очень много. Его уже в районе 80 по ощущениям. Да, 84. В смысле 80. 80 лимитов Хумана. Скорка всего лишь 35. Все бетки уходят. Грифонов. Хавков. Но из-за брони просто их надо миллион этих беток. Склон, привет. Привет, Дизи, привет. Заходи. И сажись поудобнее. Мы смотрим с вами... Да, фокус вышел просто. Ну, там видно уже было, что преимущество АЦК. Мы смотрим с вами финальную часть чемпионата в ВЦ3Л. 12-й его сезон. Игры прошли в 2007 году. Вот. И мы смотрим записи. 1-1 у нас между фокусом и скаем. В их противостояние. Загружаю следующую игру. Это финальная игра. Это ОБО3. И карта Трэна Стэнд. Да, и в отличие от предыдущей карты, эта карта, конечно же, хуманская. Здесь приятно ставить экспы. Здесь не очень много жирных точек. То есть, пока ты ставишь экспы, противник, конечно, сможет подкачаться. Но не добьет там бешеных левелок, по крайней мере. Смотрим. Архмаг у Хумана снова Скай ставит лесопилку. Очень ранее. Раньше барака. Но все-таки это влияет, похоже. Ну, понятно, что оно влияет. А просто, насколько оно влияет. Я имею в виду, влияет на скорость Т2. Так, запущенный Т2. Скай крепит свои точки. Фокус занят тем же самым. Пока что ничего интересного. Вышечку, кстати, Скай сразу ставит гвардовскую, у себя на мэне. И он здесь заткнул, кстати, дырку. Застройки. Сирклет выпадает Хуману. Орку выпадают когти плюс 6 и мантия интеллекта. Хорошие девайсы. Мантия пойдет. Да, на продажу пошла мантия. Я хотел сказать, она пойдет второму герою. Но на продажу она пошла. А Хумана выпадает Сирклет и перчатки силы. Сирклет хорош, но перчатки вообще никакие ворот пока что. Т2 запущен у Орка, Т2 запущен у Хумана. Ну и Орк сейчас запустил гораздо быстрее даже. Мирного стрима виснет. Скорее всего, вряд ли у тебя одного Дизи. Твич вообще как-то очень странно работает. Ну у меня лично он тоже виснет. Постоянно. Под стримом, прям под Твичом, есть ссылочки на другие каналы. Дизи, посмотри. Там есть разные плееры. Есть плеер сайвергейма, в котором нет задержки. В котором хороший обычно... Хороший коннект. То есть не лагает ничего обычно. Вот, советую туда переметнуться. Да, гудгейм все еще не работает, да. Да, в принципе экспериментируем с гудгеймом. С чем это может быть связано? Ну это конечно может быть с сайвергеймом связано как-то. Блин, плеер сайвергейма работает. Плеер Твича тоже запущен. Странно, не понимаю я что-то гейму тогда. Ну да ладно. Сейчас я ребятам пишу. Может быть на Твиче совсем ничего не слышно. И я знаю, ребятам пишу. Вот немножко информации написал. Может быть, кто-то прочитает, поможет. Давайте смотреть дальше. Архмаг второй у нас. Блэйд все еще первый. Закупил кучу. Кучу банок за маски. Фокус. И Хуман сейчас скрипит одну из точек на экспанде. Очень слабенькую. Уже не виснет? Ну, отлично. Супер. У меня просто, не знаю, у меня твичи. Точнее, вообще-то честные трансляции у меня нормально работают. Носительно. Но конкретно мой стрим я не могу запускать и смотреть во время трансляции. Он у меня лагает постоянно. Ну, у многих работает нормально, поэтому я запускаю. Там от коннекта зависит. То есть, из-за того, что у меня нет партнерки с твичом, соответственно, у меня видно... Ну, те, кто без партнерки, они кидают их на не очень хорошие сервера. Там, какие-нибудь удаленные, может быть, медленные, там, загруженные, что-то такое. Вот. И, соответственно, если еще и у вас до этого сервера коннект плохой, то... Идут и задержки, и лаги, и все подряд. Блэйдмастер никак не может найти Архмага. Только сейчас увидит он Хумана. Когда Хуман уже пришел к нему на мейн практически. Половину уже третьего левела Архмаг заработал, а Блэйдмастер только-только получил второй. Он забирает еще Архмаг мелких-мелких клюков здесь. И смотрим, Т2 у орка готов. Скай тут как тут. Шадохантер в заказе. Скай посмотрел, ничего не увидел. Он, конечно, ждал здесь здание Т2, чтобы подменять их, но рановато немножко пришел. И Т2 у Хумана тоже заканчивается в это время. Кстати, в Скай не терял время. Зря и закрепил точку. Он зелененький при помощи футманов. Почти получил третий. Хороший мув. Орк бежит в сторону мейна к Хуману. Но здесь все застроено. Есть вышка. Две Арканки строит Хуман внутри базы. А вот Архмаг с Элемом возвращается в орку. И фокусу сейчас придется поконтролить. Отменится, похоже, Бестиарий. Нет, фокус решает Криптса. Что выпадает здесь у нас? Жезлопохищение маны выпадает. Не самый полезный девайс. Кстати, не отменен пока что Бестиарий все еще. Но 2 Элема и Архмаг, конечно, отменим. Шадохантер вышел, пытался как-то немножко помешать. Хекс откинул. Но не помогло сильно. Спирит лаунж зато. Строится. И Блэйд почти третий. Видит он Архмага. Никак не помешать. Наоборот, Скаю это выгодно. Он отменяет хилочки. Придется снова замазать грантов. Хилка всего одна. И решил, пока не устанавливает Бестиарий, Лесопилку ставит. Фокус. Лесопилку и Спирит лаунж. Заказан был Спирит локер, но тут же его отменил фокус зачем-то и делает грейд на диспл первым. Странное решение. Какой смысл грейда, если нет ни одного юнита? Обычно сначала делается Спирит локер, потом играет. Во-первых, чем раньше выйдет Спирит локер, тем больше он мана на регенит. Ну и опять же он, то есть, он может, по крайней мере, популять, Спирит линк набросить уже. А сейчас... Вот, то есть, сейчас уже был бы Спирит локер. Например. Странное решение. От фокуса. А, у него лимит-блог. А как так получилось у него? Не очень понятно. Ну да ладно, что было, то было. Застройка пришел Скай. Отменяется первая вышка. Вторая вышка тоже отменится. У фокуса очень жесткие тролли есть в армии. В двух мельчинариях он их купил. И третья вышка тоже, да, падает. С болта забирает одного из этих троллей берсерков Mountain King. Есть еще тролль-хиллер, тоже он падает. И Блэйдмастер гоняется пока что за сорками. За сорками первый грант падает. Пока что взаимные размены. Такое ощущение, что никто не наубивал больше. То есть, ну, все примерно ровно. Умирает МК. Вот сейчас может начаться жара. Shadow Hunters. А, нет. Нету мана у Shadow Hunters. Не начнется жара пока что. Жара начнется у Кумана, скорее всего. Потому что армия его хоть и мала. То есть, пара сорок всего. Пара сорок, крест. Героя убили. Но у орка осталось всего там пара юнитов. Здесь уже строятся вышки. И одна вышка уже почти достроена. Хорошая ситуация для Хумана. Во всех этих разменах ему удалось сохранить пару кастеров. И архмага, что очень важно. То есть, кастер постоянно регенит ману. Подхиливают. И не смог он подстроить вышки. Сейчас уже есть опорные какие-то моменты. От них можно отталкиваться. Орк зажат в базе. Построил он катапульту. Тут же два футмана кидаются на нее просто. Грудью на катапульту. Отдаются там. Катапульта жива. Ее чинят два раба. Ближайшие на рейс. Это аж четыре раба сразу. Накидывают они. Очень быстро. Копия. И катапульта начинает потихоньку стрелять. Стреляет. Куда он стреляет? По вышке. Да, стреляет. Магазин, который был убит на мейне, отстроил фокус чуть в стороне. Его нашли. И наваливаются на вышку. Арковские юниты отменили ближайшую вышку к базе. И пока что ни одна вышка хумана не достает до мейна арковского. Вторая ката в заказе. Нужно хиляться даблойду. Хиляться. Хиляться. Хорошо бы сбегать. Еще купить. Замазочки. Но не успеет. Видно. Нет виндвока. Не хватает мана на виндвок. Замазок больше нет. Магазин надо восстанавливать. В 3 базы. Чем быстрее, тем лучше. Он дешевый. И нужно заказывать его раньше. Накаты снова наваливается. Хуман пришел уже в маутин кинг. Восстановился. Всего лишь первый левел. Куча замедлений кидает. Хуман. Вся армия арка буквально. Под слоу. Ката вылезла вперед. Получает от кастера в залп. Очень много дамага влили. Блэйд битый. Под молотком еще стоит башня. Он под сайт. 4 спиритвокера. Вот спиритвокеры на самом деле при застройке очень хороши. У них дамаг для кастера супер приличный просто. В районе 20. Если штук 5 допустим настроить. То они вышки сносят на ура просто. Накидывается на ближайшую нору. Скай. Фокус это видел конечно. Но решил не чинить. Нет у него рабов. Видно лишних пока что. Да. Дерево не хватает. Не хотел он срывать. Все равно скорее всего отдалась бы эта нора. Две баллисты построил. Фокус. Нужно сейчас их аккуратно проконтролить. Не отдать. Вот как сейчас например. Куча рабов подошли к ним. Не стоит так стоять конечно. Да да да. Вот так вот не стоит стоять. Но получала одна из катапульт. Сейчас умрет похоже. Нет. На каких то лалах выжила. Кастеры подошли довольно быстро. Близко. Получают катапульт залпы. Третья катапомерла сразу на выходе. Нора восстанавливает. Фокус. Что же в Люцифером все в чем? У меня какой то прям хлин на Луцифере. Я всех андетов называю Люцифером. Еще сейчас арка начал Люцифером называть. Просто жесть. Прожимает. Прожимает. Хуман убивает барак. Но пока что орка довольно много. Две катапультуры есть. Есть довольно неплохая кучка. Спаллбрейкеров. Четыре штуки. Герои тоже не сказать что сильно слабые. Три-два. У Хумана три-один все еще. Для сравнения. Но конечно армия плюс вышки. Хумана держит пока что арка на базе. Не может он хиляться. Нет магазина. Магазин вот только сейчас будет достроен. Привет Мериллиан. Да. Достаточно давно. Уже где-то часов наверное с восьми кажется. Ну на сегодня вот это будет еще БЭО. АТ-шку короче посмотрим. Вот. Скорее всего на этом закончим сегодня уже ближе к 12 часам. Соответственно закончим там полчаса наверное. Достаточно я думаю. Если вы вдруг ребята что-то пропустили. Хотите посмотреть. То заходите на YouTube. Везде под каналами. Ну на самом деле давайте досмотрим сейчас пока я потом расскажу. Битые спиритвокеры здесь тусуются у фокуса. Они что-то бегают просто туда-сюда. Получают дамаг. Достроил все-таки фокус магазин. Потерял одну катапульту здесь. И скай похоже продавливает все-таки. Заметил что стрим пустил. Да какая-то фигня с этим гудгеймом. Я не понимаю. Он у меня не работает до сих пор. Он как в прошлый раз отрубился. Так он не работает. Причем рестрим на него на Twitch идет. С гудгейма. А сам гудгейм не пашет. Я не понимаю что такое. Надо разбираться. Надо попробовать OBS запустить напрямую на гудгейм. А не через рестрим. Ну короче буду смотреть что там такое еще. Пытается при помощи Блайда Орк как-то отфокусить по юниту. По сорочке там вот. Кое-что получается. Но толпятся, толпятся конечно юниты. На базе тут очень сложно тусить. У Орка все под слоу. Все замедляется. Все получает дамаг. Да, жестко-жестко. Нет, тут уже не выйти. Такая масса кастеров они не дадут просто выйти. С помощью сеток и катапуль. Орк пока что неплохо отстреливает. Кастеров. Стоит только высунуться. Ну если вот так будет продолжаться. Сейчас конечно Орк еще не сможет мне кажется выйти. Нужно немножко еще потерпеть. Нужно потерпеть и продолжать то же самое делать. Если докачать до пятого Блайда например. Если Куман отдается. Проблема конечно не да. Выше под настроем очень много. Нет, нет. Орк наваливается. Вынужден телепорт уже использовать. Блайд пробитый. Еще умирает там рейдер похоже. Ну Ката еще телепортнулся. Да, прям под кастеров. Минус Ката. Орк вышел с базы. Но не знаю кому это на руку. Он пытается сзади напасть на Кумана. Сеток ловится. Оркмаг под фокусом от всех просто вышку. Посмотрите, они все фокусят в Блайда. И Блайд умирает просто. Ну тут да, тут ничего нельзя сделать было. Если вы что-то пропустили, ребят. Под стримом есть ссылка на YouTube. Там есть и предыдущие записи. Мы уже смотрели чемпионат. Не первый стрим. Вот. И вот эта запись там тоже появится. Конечно же. Итого Sky у нас побеждает. Неплохой камбэк он сделал. 2-1 он побеждает фокуса. Давайте посмотрим на сеточку. Хотя я уже не уверен, что там. Я в ней сам уже не понимаю. Как такое может быть. Ну так у нас выглядит сеточка. Так. У нас значит... А фокус у нас в мимах, да? Последнюю игру выиграл фокус. Ой, какой фокус? Sky выиграл. Sky выиграл. 2-1. Вот. То есть по факту у нас 3-1 счет сейчас. Еще BL5 у нас есть. Ой, господи. АТшка есть 2 на 2. Вот. Не знаю почему так. Но пускай будет. Не знаю как-нибудь так получилось. Вроде BL5 играется. Вот. Ну мы посмотрим еще эту АТшку. И... Ну кстати, мы в Митю Мейкерс уже по табличке по-моему прошли. Потому что прописано, что BL5 играется. Вот. Давайте запускаем следующую игру. Посмотрим еще АТшечку. Вживую интереснее. Но я не готов сейчас стримить еще, к сожалению. Какая-то ерунда выскочила. Очень сложно. Я тут получается... Читать 4, наверное, получается. Болтаю уже. И голос начинает садиться уже. Я чувствую, что я устаю. Начинаю очень так сумбурно. Что-то куча не замечающего. Вот. И все прям совсем плохо. Поэтому на следующий раз мы все-таки оставим финал. Стараюсь завтра уже застримить его. Скорее всего, не поздно вечером. Вот. Часик в 6 где-то по Москве. Может в 7. Но это как обычно. Я говорю, часа в 6-7. А начинает часов в 10. Так что... Это такое. Лучше подписывайтесь. И придет вам оповещение. Так, ну что. Смотрим. 2 на 2. 2 на 2. Адское мясо. Мне очень непривычно комментировать 2 на 2. Я их не играл практически никогда. Вот. Но что поделать. Итак, у нас, значит, надо поменять еще имена игроков. У нас тет и лайк. Вот. А в ближайшее время, ребят, с этим Варкрафтом мы на следующем стриме закончим. И в ближайшее время у нас намечается стримчик по Don't Stuff Together. С некой Сонми. С некой Сонми. Так что заходите, будет весело. У Сонми, кстати, вы можете узнать чуть-чуть очень много про корейских игроков Варкрафта. Потому что она кореянка. Так. И Сайсирия. С кем он играет? С Люцифером, да? Так. И Сайсирия с Люцифером. 0-0 у нас счет. Карта, как вы видите, в No Loot. Здоровенная карта. Так. Все вроде запустил я. Ну что, погнали. Погнали. Сайсирия, он он дед вообще играет здесь за эльфа сейчас. Ну, как сырьевой предаток Люцифера. Будет обеспечивать его аурой под мы. И сливать ему дерево всякое. Голду может быть лишней. Плюс мясо из кошек будет создавать. Вот. Здесь у нас Тед играет арком. Ой, в смысле, Тед играет он дедом, конечно же. И Лайк играет арком. Мы уже видели их игры. Ну, у всех ребят мы увидели игры. Разве что вот мимов я не помню. По-моему, мы 2 на 2 мимовские не видели еще. Вот. Ну, у Волда Литовцев мы видели достаточно. Несколько. Игры 2, может быть, даже 3. Было точно с ними. Вот, конкретно с этими ребятами. Давайте немножко ускорим. Что у нас тут? Блэйдмастер, конечно же. Здесь Патма, да, должно быть. А, нет, Демон Хантер, смотрите. У Сайсирии Демон Хантер. Я думал, что он не будет играть такими героями. Все-таки он дед он. За эльфа будет сложным играть. Ну, фиг его знает тоже. Он же по-любому тренировался не первый раз. Да и когда ты играешь в Warcraft, ты... Даже если у тебя есть какая-то специализированная раса, по крайней мере, на среднем довольно... Ну, выше среднего уровня все равно, ты будешь играть за остальные расы тоже. Настроит Сайсирия барак на... Ну, подкрипов. Для пауэркриппинга. И на базе ставит Хантерс Холл. Не достался ему опыт за пиона этого. По башке его огрело дерево. Икс... Икс-па ушла в никуда. Лайк крепится. Тед еще не вышел. У Теда еще не вышел ДК. И Луцифер, само собой, тоже вот только-только выходит ДК. Начинается крепинг у всех. Игра будет очень контактной, потому что Сайсирия и Лайк находятся на соседних респах. А Андеды у нас далеко друг от друга. Лайк уже видит Сайсирию. С Сайсирия такое ощущение, что... Ну, понаглеть немножко, аж он решил он. Забирает Лайк Девайс. И, кстати, экспу тоже. У демона все еще 0 экспы. У демон Хантера. И Андеды тоже крепятся. Забрал этот зеленых крипов рядом с базой. Люцифер тоже забрал таких крипов и забирает уже магазин. Лайк находит Люцифера здесь. Сейчас помешает, скорее всего. Нет, не помешал. Второй левел забирает Люцифер. Неплохие девайсы у него. Но для Лича хороши когти. Второй левел получает и Тед тоже. И перчатки с куристи для Лича тоже хороши. Сейчас, секундочку, ребят. Посмотри, вот ящик на кухне. Там должно быть. Ну, вот на кухне ящик стоит. Где кошачья пухня. Открываешь его на самый нижний полочек. Ну, или там, или где-то в зале, значит, он. Нашла? Дикое щит, ножницы. Забирает при помощи Аова Люцифер жирную-жирную точку на мерченарий. И сейчас с мерками еще будет армия его довольно довольно хороша. Асайсири в это время решают поддавить вдвоем. Игроки команды World Elite. И Демон Хантер получает. Получает очень много дамага. Ну, этого и следовало ожидать. Он на ближнем респек к оппонентам находится. Он орк неродной расы играет. Люцифер приходит на помощь. Чип и Дейл просто. И замес небольшой начинается. Ой, цвета неудобные. Сложно понять, что где происходит вообще. Ну, умирает вот первый финт у Теда. Контрессы хорошо профокусили его. Финдов у Андеда не так много. И по контрессам они сейчас не дают критичного дамага залпом одним. Вот. Еще и Грант умирает у Лайка. И Люцифер уже третий. Тем временем. Первый код падает. Еще и финт падает у Теда. Но пока что мимы очень хорошо. Действует. Разумеется, пока целиком и полностью в их пользу. Еще один Грант. Тролль умирает у Люцифера. Еще один Грант будет потерян у Лайка. Да. Беда, беда. Уже на плане четвертый ДК у Люцифера. У Теда в это время еще второй только. Даже половину не добил. Левела. Увлекся Люцифер. Что-то вперед кто-то убежал. Героем своим. Но получал там ДК у него. Но очередной финт у Теда падает. Сайсири хорошо отыграл. Демонхантером мы видим, что нету маны совершенно у Дескнайта. И финдов Тед теряет один за другим просто. У Люцифера, вот посмотрите, он потерял... Он, по-моему, вообще не терял финдов. Смотрите, 6 финдов, 7. А здесь 3. Там умер тролль, я помню. Умерла кошка. Может быть, 2 кошки. Контрас, смотрите, бежит. Бежит, бежит, бежит. Куда она бежит, она сблудилась. Нужно было отменять, по крайней мере, хилку. Все равно умрет она. Нужно было отменить вот эти, скажем, хилочки. Какой-то криппинг здесь устроил Сайсириа. Демонхантером Контрасе в одну харю. Почему-то оставили финдов без прикрышки героев вообще. Игроки команды МИМ. Довольно странно это все. И можно сейчас уже потерять кого-нибудь там. Но Декой надо подойти хоть в что-то. Очень тупит Люцифер. Надо было Декой давно подойти, хотя бы спиды, дать, ну, скорости дать финдам. Они бы отошли побыстрее. И отдался один финд на отступление. Но фонтан весь практически. Кроме Большого Дракона. Забрали игроки команды МИМ. У Велдеритовца приходят к Сайсири снова. Отменяют ему магазин. Это же магазин был, да, магазин. С наемниками приходит отбиваться Люцифер. У Сайсири тоже есть 4 кота уже. Демонхантер с сапожками, с когтями. С перчатками скорости тоже неплохо подрезает. И с двух сторон даже поджимают, смотрите. Было неплохо. Своих оппонентов игроки команды МИМ. Маны очень мало у героев. У Волдерита. Да, жжет. Сайсири хорош вообще, хорош. Он делает все, что нужно. Я боялся, что он поддается здесь Демонхантерам. Думал, что он потму возьмет, чтобы не особо от него что-то зависело. Но Демонхантерам он очень хорошо контролит. Он пожег уже всю ману и Блайду. Всю ману ДК. Койлов вообще нет. Виндлоков нет. Кошек, конечно, поубивали все, Финдейте. И у Теда ДК очень битый, очень-очень прибитый. Весь заторможенный и умирает. У Лайка Блэдмастер получает второй левел. Пытаются Финдей отступить. За ними гонятся игроки команды МИМ. Казнят одного за другим. Не отдает Люцифер своих Финдов Блэдмастеру. Демонхантер просто нарезает по очереди Финда за Финдовом. Вот, смотрите. Хотел еще и третьего забрать. Умирает Грант. Да, он не уйдет уже. Там Хантереска и там Демон еще на фонтане. Финды толкаются, толпятся, умирают. Да, Люцифер просто перемасил, вот, смотрите. Ну, как перемасил, они на разменах получили преимущество в количестве Финдов. И сейчас преимущество выливается в убитых еще дополнительных юнитов. И растет просто у Люцифера. Посмотрите, это вообще ад. Девять Финдов. Грант просто вообще испаряется. Посмотрите, они просто льют и льют в него дома. Да, страшно, страшно так смотреть, конечно. По лимиту я больше чем уверен, что все плохо уже. Давайте быстренько прочекаем. 38 у Теда. 35 у Лайка. 33. И 50 у команды МИМ. Люцифер пришел к Лайку на базу. А в это время Лайка развлекает Сайсирия. Не дает ему нормально вернуться. Жжет ману Блайду. Коцает Финдов. Тормозит Мадгалемом его. И сейчас Нора отменяет Люцифер на мейне у арка. Эльф сзади, посмотрите, не дает, не дает двум армиям состакаться. 4 Хантреса, Бамбар и Мадгалем со слов. При поддержке Демон Хантера нарезают очень хорошо Финдов. Здесь нет Деки Тедовской. Он все еще не пришел. Тедовского он все еще не пришел. Вон он бежит, мы видим. За это время умирает 2 Финда. 2 Хантреса на них разменялись. Но для Эльфа это все равно положительно. Очередной умирает Финд. Просто жуть. А вот время... Люцифер здесь убивает орка. Да. Падает Блайдмастер. И ГГ пишет, что игроки команды World Elite. 1-0 против... В пользу игроков команды Мин. 1-0. Отлично сыгрался Ассирия. Я боялся, что... Он тут затупит что-нибудь. Демон Хантером все-таки контролить хорошо. Потому что он отскакивает на ура, конечно. От всяких Койлов, Уиндвоков. И прочей ереси. Смотрим вторую игру. Те же пары у нас. Даю картинку. И карта... Какая-то там... Аваланс, что она называется, да? Мимы сверху. Волд Элитовцы снизу. Орк Андетт на Орк Эльф, как обычно. Ну, в смысле, как и было в прошлый раз. Как обычно. Билды все те же, вроде бы. Да, и Демон Хантер тоже у Сайсирии. Никакой Патмы. Прочекал уже лайк оппонентов своих, кто где находится. Волд Элитовцы знают. И лайк бежит сразу к Андеду. К Люциферу. Что он тут хочет найти? Подрезает весь пла заодно. Пока что лайк просто отвлекает Люцифера. Не дает ему крепиться. Демон Хантер у Сайсирии тоже подбежал уже сюда. И Тед подошел. Сразу у нас будет потасовка небольшая 2 на 2. Демон Хантер просто бегает к Джотману. Всем кому не по поди. Блейдаун уже лишил маны. Ой-ой-ой-ой. Чуть не окружили Демон Хантера. Ой, Деку. У Люцифера. Но похоже, все-таки, да, окружают. Окружают при помощи. И крипы там участвовали в окружении. Все-все-все-все. Деку первого левела решает Люцифер телепортировать. Не хочет отдавать. Да, и уолд Элитовцев заработали право забрать крипов на халяву этих. Демон Хантер еще получил тоже. Койл получил. И Блейдмастер гонит его. Отогнал довольно далеко. И Тед закрепился спокойно. Т2 пошел у орка. Сайсирия не делает Т2. Он с двух бараков штампует котов. Люцифер заработал второй левел уже, кстати. Довольно быстро. А уолд Элитовцы берут свой фонтан на фару. Сайсирия это зачекал Демон Хантером. Четко кидает Тед Койл. Одну ману только сжег Демон Хантер своим моноберном. Тед вовремя избавился от маны. Демон Хантер не особо здесь что нахарасил. Разве что ману пожег Блейду. И голд Элитовцы забирают эту точку. Выпадает капюшон для Блейда. Хороший. Мана плюс ловкость. Вполне он доволен. А здесь выпадает сфера у нас. Игрокам команды МИМ. Совсем бесполезный девайс. На 2 обычно и так понятно кто где находится. Здесь огромное количество армий. Огромное количество линитов. Все бегают. Частенько видят друг друга. Так что сфера это конечно на продажу пойдет. Вот это лайк в сторону мейна лайка двигаются. Их подгоняет Сайсирия. Контролит их просто. Немножко мешает крипаться. В это время Люцифер забирает жирную точку. На шахте съедает в одно лицо ее. И по экспету Люцифер хорошо проклипался. Уже третий левел он сейчас получит. Декаут эда еще наполовину только. Третий. Пока тот крепится лайк решил подраться немножко с эльфом. И блейда окружают просто. Маны у него нет. Ой-ой-ой-ой-ой. На каких лалах убегает демон хантер. Вынужден телепорт использовать блейд мастер. Хорошо Сайсирия здесь все устроил. 12 хп осталось там. Ну около десятки наверное оставалось. У демон хантера. Сайсирия отлично похарасил. Не дал покачаться в блейду. А в это время Люцифер приходит на мейн к Теду. И что он будет сделать здесь? Анкри инкарнации есть у деки. Тут уже вышел шадоу хантер. У лайка. И волды рит еще не забрали эту точку на экспанде. Но Люцифер с ней почти расправился в одно лицо тут. Демон хантер отхилялся. Там делаются грейды. Т2 есть уже у Люцифера. Заказан лич. Заказана бойня. То же самое у Теду. Только бойни у него нет. Демон хантер ловит. Под хекс он попал и вынужден телепорт использовать. Куда он телепортируется? К себе на мейн. У него здесь уже почти пустые колодцы все. Нет, вру. Вру, есть тут мана у него. Я думал, что демон в прошлый раз выпил здесь много. Нет, нормально он выпил. Но игроки команды World Elite наламываются на альфа. Тут же сюда прилетает Люцифер со своими... Ой, сколько котов-то! Сколько котов! Я что-то провтыкал их. Я их не заметил, где их отстраивал. Сайсирия. Блейд заблудился. Сзади. Койл новую получает. Моноберн. У него нет ни телепорта, ничего. Он бежит в базу эльфа вглубь. Пытается убежать. Но здесь все заперто. А сейчас дерево... Демонхантер его зарезал. В это время финды Люцифера стреляют из-за спин хантресов. Хантресы очень быстро разваливаются от Теда. Да, очень быстро. Тед на хитране отходит. И буквально с одной тычки падают хантресы. Сейчас пытаются зажать его круголя. И враги команды Мин. Но Тед уходит на телепорте. Потерял он там одного финда. Но хантресов убил он довольно много. Посмотрим по экспе, что у нас. Четвертый левел у Люцифера. 4-1 у него героя. 4-2 скоро будут. У Сайсирии второй Демонхантер. У Лайка второй Шадохантер. Блейд умер у него. Кажется он был третий у него. И 3-1 герои у Теда. Да, третий Блейдмастер в лотаре. Решает Люцифер пробить камни. Здесь не экспанды. Тут хорошие тоже крипы. Плюс нычки, которые удобно оборонять. Поход очень узкий. Можно застроить какими-нибудь деревьями. Чем-нибудь еще там. Зекуратами в конце концов затыкать их. И все. Крипится Люцифер. Волд элитовцы отпились на фонтане. Фонтан жизни у них вызвали. Третий левел получает Демонхантер. Второй левел Лич. У команды Мим. Неплохие герои. Кстати, сферу они так и не продали. Сфера не светит периодически. Контроль своих соперников. Робов ведет лайк на нычку. Причем, посмотрите. Игроки команды Волд элит ломают камни со стороны Теда. Потому что армия у него посильнее. И ему проще будет оборонять нычки. Хотя Робам ближе, конечно, было со стороны лайка подойти. Для орка эти экспанды очень шоколадные. Тут можно одну нычку поставить в центре и с двух шахт качать сразу. Эльфу и Андеду так и не получится. Придется две ставить. Но... Место хорошее. Можно и две воркнуть. Где одна нычка, там и две. Не критично. Забирает Волд элитовцы эту точку. Здесь Хеленварды выпали. Что команды Мим? Их хора сейчас Блэйдмастер. Он их видит. Демонхантер, посмотрите. У него двое когтей плюс шесть. Вогти скорости еще. И анкреинкарнации у него есть. Лич в Люцифера с бутылкой маны. А ДК с вардами Хила. Тоже варды выпали. На этих шахтах. Лайк, кстати, не стал ставить нычку. Я думал, это рабы на нычку бегут. Но нет, это были рабы на мясо. Это рабы в армию были. У Лайка уже пятьдесят. У Теды тоже пятьдесят. У Люцифера уже пятьдесят семь. Он вышел из лимита. И пятьдесят у Сайсирии. То есть сейчас по лимиту, в принципе, равенство. Единственное, что Люцифер начинает выходить из лимита. Убивают магазин. У Лайка он не успел, кажется, ничего купить в нем. Хотя очень хотел. Он бежал на всех парах под Виндвоком туда. Но магазин упал раньше. Довольно много котов. У них есть грейд на атаку один. Но коты врезаются в грантов. И здесь у нас коты дерутся с грантами. В это время этих же котов подстреливают массово финды. Прокаст был в Демон Хантера. Демон Хантер сразу слег. Он был под Хексом еще к тому же. И финды на финды у нас Тед против Люцифера. Дерутся. Основная драка здесь. Справа там уже хантрессы лягут, скорее всего. И смотрим, чем же это закончится. Грейдов 2-0 против... У Теда 2-0, у Люцифера 1-0. Умирает Демон Хантер. Еще раз он где-то в таверне был выкуплен, видимо. Подбежал сбоку и не заметил. Хантерсы еще остались, еще живы. Но гранты уже подобрались к арку, к андеду вплотную. Бьют финдов, бьют тележки. Пришел Краплорд еще у Теда. Лич у Люцифера совсем заблудился. Убежал кто-то вперед, но получал и отдался. Люцифер вынужден телепортироваться. Теряет на отступлении еще финда одного. И кажется все очень плохо у него. Хотя у него 52 лимита все еще. Но это лимит под заказе. 58. 28 лимита у Сайсирии всего лишь. Два кота осталось после этого боя. И команда Волд Элит идет к нему на мейн. Идут его добивать. По 50 лимита. У обоих игроков команды Волд Элит. Два кота эти ловятся. Станы, Койлы и они падают. От сеточки еще один. Два кота эти падают. Третий Шадоу Хантер есть уже. Третий Лич тоже не за горами. Блэйдмастер скоро будет четвертый. ДК уже четвертый. Луцифер ждет Лича. И будет телепортироваться видимо с Сайсирии. Демон Хантер снова выкуплен в таверне. И Волд Элит разносит Эльфа. Сносит у него здание одно за другим. Дамаг очень жесткий. Тут и рейдеры, и финды, и гранты. Кого хочешь просто. Плюс это подстраивает обомов уже. Стенка очень хорошая. Запирают здесь Луцифера буквально. Он тут один практически дерется против двоих. Всего лишь пара котов и Демон Хантер от Эльфа саппортят. Краплорд стоит впереди. Очень хорошо. Он и койлы ловит, хиляется. Станы откинул уже. Один по крайней мере. Второй стан отличный просто. Но теряются, теряются финды конечно. Фокус не такой жесткий. Прокаст в ДК у Луцифера. Он очень битый и умирает от фокуса. Демон Хантер в Сайсирии. Посмотрите, он его контролит. Такая большая куча всего. И он все еще пытается как-то выжить. Успел отбежать сюда колодец. Нет, конечно, игроки команды World Elite прожимают здесь уже. Прожимают здесь. Один Луцифер не вытащил против двоих. И один-один. Один-один у нас. И заключительную игру уже загружаем, ребят. Последняя. Она в этом матчапе. И последняя на сегодня будет. Снова 2 на 2. Смотрим. А давайте подвинем этот текст. Что там какой-то. Очень уж прям вылазит. Ход по боку. Целое сочинение получилось. Там, конечно, взимем игроков. Смотрим. Twisted Middles у нас карта. Сайсирия и Луцифер. Против Теда и Лайка. Орк андет против эльфа андет. Смотри, что делает Лайк. Он ставит магазин раньше барака. Это будет Харас Блэйдом. Скорее всего. Нашел он андеда уже. Понял, где эльф находится. Скорее всего, к эльфу он собирался, конечно, бежать. К сожалению, эльф оказался на противоположных респах. Да, бежит он к эльфу. Сайсирия ставит барак под пауэркриппинг. Мерченария. И Лайк все это понимает. Они, видно, очень хорошо изучили своих оппонентов на этой карте. Лайк сразу бежит к этому бараку. И тебе, Мариус, не хворать. А Люцифер вместе с Сайсирией приходит к Теду, между прочим. И Тед неплохо отконтролил Демон Хантера, окружил его. И Сайсирия решает отдавать своего Демон Хантера первого левела. Я, кстати, не посмотрел, но телепорт там должен был быть. Вряд ли Сайсирия продавала. Под пуш не удался. Хотя рабов, кстати, погоняли неплохо. Но ни один вроде бы не умер. Да, вот два раба битых. Пока что никто не умер. Да, и не умрет. Осталось два скелета, их вкусят здесь. Битые, прибитые рабы у Теда, но он все отконтролил. Все рабы живы. Это самое главное для него. Хотя потеря там одного была бы не критична все равно. Вышел уже Демон Хантер. Да, он с телепортом. Просто Сайсирия решил не тратить ТП. Тед крепится. А Лайк все еще харасит. Не дает ему покоя этот барак на Мерченарии. У Ульфа в этот раз плотная застройка, но дырку он оставил здесь. Между бараком и Хантер Сколом. Блэйдмастер Лайка заходит сюда. Один из виспов дисплеерится. Т2 пошел у Лайка уже давно, наплэйм готов. Т2, кстати, довольно быстро запускает Люцифер в этот раз. В прошлые разы от Undeadов мы очень долго не видели генита второго левела. В этот раз Люцифер довольно быстро уходит тетч. И игроки команды World Elite решили поджать. Эльфа. Не хотят они отдавать Мерченарии так. С бараком с этим на халяву. Барака не снесли Эльфу. В это время Люцифер успел забрать одну из точек прямо под базой Лайка. И планирует закрепить еще и Мерченарий. Посмотрим, что из этого выйдет. Хорошая задумка. Если не спалят, то будет супер-пупер. Вот это уже 4 финда. У Люцифера такое же количество. Да, забирает он большого голема здесь. Здесь битулка мана на 300 очков. У Арка уже пошли здания Т2. Закупим Shadowhunter. И тетч намного быстрее у Люцифера в этот раз. Люцифер и Сайсирия находят здесь Теда с Лайком в магазина. И начинается драка. Койл летит сразу в Блэйдмастер. Блэйдмастер пробитый наполовину отступает. Побаивается бежать вперед. Спиды юзает. Падают хантрессы потихоньку. Ну и финды у Теда не резиновые, как известно. Но пока что никто не умер. Один вот претендент бежит. Его сам Тед добивает, чтобы экспонировать оппонентам. Умирает первый грант. Монобернами уже прожгли всю ману. Игрокам команды World Elite. Сайсирия четко контролит демон хантора. Не затупливает. Снова моноберн в деке. Всех героев он держит без маны. Ну какой тюлень, смотрите. Зеленый тюлень. Милаша. Милаша. Трольберсеркер, но он умирает, конечно. Конечно же. Забирают игроки. Магазин. И Люцифера делает один. Играет World Elite вместе. И Сайсирия отдельно от Люцифера крипит. Тоже неплохую точку. Включает Демон Хантер второй левел. У деки здесь флейта. Флейта меткости выпал на магазине. Отличный девайс для финдов. А что тут у нас выпало? Пояс богатыря выпал. Так себе девайсик, конечно. У нас свиток защиты покупает. А Люциферы свиток хилинга. Хилинга. А Сайсирия решает все-таки взять Мерченария. И уже убивает он здесь Голема. Самого жирного. Девайс отличный. Бутылка на 500 хп. Сразу ее юзает. Потому что Койл влетел и опасно. Опасно. Ловит здесь Люцифера. Убивается один финд. Нова влетает в рейдера. Рейдер тут же падает. Начинают падать потихоньку Хантресы тоже. Испов заводит Сайсирия. Очень неплохо прям за спину своим оппонентам. Диспелит всю-всю-всю ману практически. Вот Шадо Хэнтер он не додиспелил. Он и хил прокинул. Еще на одну хилку у него есть мана. Битые финды у Теда. Но он их отводит. А вот Хантресов не успевает отводить Сайсирия. Они падают. У Лайка пробили героя. Он на телепорте отступает. И своим ходом отступает и Тед. Пытается убежать с битыми парочка финдов. У него есть битых. Луцифер и Сайсирия гонят его. Угонят. Смотрите. Тед отлично контролил. Много финдов у него битых. Но все живы. У Луцифера герой 4-1. У Теда герой 3-1. И табуреточки уже есть у Луцифера. У Теда пока что не одной. Очень плохая позиция для Луцифера. Ловит его финда здесь. Полу позиции как поймали его сбоку. Вынужден он телепортироваться. И на отступлении падает один из финдов. Как раз тот, которого поймали сетку. Сайсирия купил уже Свит Кличения. Инву купил. Потихоньку тратит деньги. Сливает он их и своему... Соклановцу, конечно же. Тут тоже мы видим Инвиз есть. Скроу оф Хиллен. У всех пигня. Деван Хантер получил 3-й левел. Блэйдмастеры СХ все еще вторые. Для СХ, конечно, это хорошо. А для Блэйда не особо. И Вэлдерлид приходит с Айсирии на базу. Как мы-то видели в прошлой игре. Они быстренько-быстренько убивают Барак. Пока не успели опомниться их оппоненты. И под спидами врываются. Врываются юниты Орка. Создают уже с правой стороны. На правом фланге неплохую стеночку. Хантрессы на финды... Блин. Дик так... Хантрессы напротив финдов прям встали. И очень быстро тают от них. Но справа вот здесь такое ощущение, что Люцифер отбил Орка назад. Вынужден Орк отступить. Побитые юниты. Хантрессы у эльфа падают. Но и финды у Теда стоят просто отлично. Не один еще. Вот только первый пробитый. Есть Койл. Кидается, хиляется финд. И... Тает, тает армия Сайсирии. Кончились все кошки. Остался Тед против Люцифера. И саппортит им герои. Демон Хантер с одной стороны. И Блэйдмастер с Шадоу Хантером с другой. Рабы у Лайка еще отдаются. Почему-то решили у Волд Ритовцы отойти. Видимо там маны уже не осталось совсем у героев. Да, мана вся кончилась. Уолд Ритовцы отходят. И на отступление отдают рабов Лайка. Почти пятый уже получил у Люцифера ДК. Второй Лич и третий Демон Хантер у них. Продолжают качаться, конечно же. Игроки команды Мин. А где ДК-то? Как он убежал? Да, ДК на Мэйне он бегает. Он за телепортом побежал. Продал инвиз. Купил сферу. Все понятно. Еще одна плейта выпадает. Мимом. Что по лимитам давайте посмотрим. 52. И 40. Уолд Элит. И 49 и 24 у Мим. Эльф весь умер. Сейчас Сайсирия пытается восстановить своих Хантресов. Уолд Элит армии довольно неплохие. Соточка лимит у них вместе есть. Сетку делают Финды. Сетку. Ну, в смысле. Делать Финдам Тед. Сетку. И играть на Дистроф. Урока 43 лимита. Неплохо закуплен Блэйд. Есть МВУ. Есть Цвет Включения. Пятый левел пытается набить Блэйдики Люцифер. Третий Лич у него уже есть. Да, и получит здесь пятый левел, скорее всего, Люцифер. Нет, нет. Демон Хантер подошел. Сейчас съест Шрифску. Ага. Снова приходит Волд Элит к Сайсирии. Снова начинает минусовать колодцы. Минус один уже есть. И телепорт. Посмотрим на телепорты. Агрессивно телепортируются игроки команды Мин. Хантерсы и Финды в одной куче. Дистры подняты у Люцифера. Они с маной. Они очень больно бьют. Нужно перенаправить их на Финдов. Срочно было. Но сейчас они уже подсетками неподвижны. Прокаст в Блэйдаун падает сразу же. Ничего не успел заюзать. Лайк. Пятый все-таки ДК. Это не шутки. Новые влетают в Финдов Теда. Финды растворяются буквально. Там за пару залпов умирают по Финду у Теда. И Люцифер похоже задавливает своего соперника Андеда. Да. Новый добивает плеча. Заблудился там еще Шадоу Хантер. Демон Хан... И ДК тоже в армии. Очень долго они бегают. Падают один за другим юниты у команды World Elite. И похоже, что мимо побеждают в этом противостоянии. Да. Очень много котов еще осталось даже у Сайсирии. Даже их не разменяли. Странно. А было же столько лимита у них. У них было лимита. Но где-то на 20 больше. Общей сложности. Но с другой стороны, как бы... Какой толк от этих 20 лимитов, когда там пятый ДК. Третий Лич. И тебе прокаст сразу и... Склеиваются ласты у всех героев подряд. Ну и плюс 20 лимита, когда там, допустим... То есть 100 на 80, это не такая большая разница. 20 лимит эти. Там более важна позиция и как раз герои. Так что да. С таким телепотом агрессивным удалось... Врасплох заставить соперников своих. Сразу врезаться в финдов у Теда. И Хантресы, и финды, то есть у команды Мим, отковали по ударным юнитам. Теда, соответственно, те и развалились. Не удалось Лайку выстроить стенку какую-то, чтобы загородить своего... Своего союзника. И просто отстрелили Теда. Тед, конечно, отстроил еще лимита. Но сейчас Мим уже не отпустят, похоже. Здесь у них, кстати, флейтл-то там тоже дает хороший буст. 1-1 грейды на финдов у обоих игроков от Теда. Демон Хантер вышел ману пожечь. Шадоу Хантеру. Довольно удачно получил там койл какой-то, но он не расстроился совершенно. 1000 хп, кстати, у демона 4-го луни. Начинается драка, но здесь очень-очень много мимов и очень мало. Волголит тут видно просто даже по картинке. Блейд стоит прямо в гуще. Я уверен, что сейчас он получит по лицу. У него есть инвул, но такое ощущение, что сейчас койл новый, и он склеится моментально. Умирают Хантрессы. Там умер Краптлорд, кажется. Да, Краптлорд умер. Да, и вот прокаст, и вот умирает этот Блейд. Ну, тут уже все-все-все, конечно, да. Вот, давайте посмотрим на сеточку. У нас победили мим 2 на 2. Вот, сейчас я покажу вам сеточку. Так. Мим победили 2 на 2. 2, 1. Ну, были хорошие игры, надо сказать, много. Ну, то есть пара игр были нулевые. 2-0, 2-0. Три игры были 2-1. Неплохие там с борьбой совсем. Вот. Непонятно, почему так у нас получилось, что у нас было 3-0 счет вроде как, и мим вроде как уже прошли. Не знаю, из-за чего там так столько игр игр играли. В общем, сколько играли. Вот. На сегодня, я думаю, мы закончим, а на завтра нам осталось самое вкусное. Это СК против Минит Йо Мейкерс. Вы можете посмотреть просто состав команд. Я дам небольшой спойлер. Будет ход играть еще. И Мун тоже будет играть. Все будет супер круто. Вот. Есть много интересных игроков. Я уверен, что будут супер интересные игры. Уж в финале-то должно. Должно. Вот. Так что, надеюсь, что завтра будет трансляция. Не могу прям 100% обещать, но очень постараюсь. Дела у меня вроде нет. У меня вложенных там каких-то сильно страшных. Так что, скорее всего, замутим. Вот. Буду рад, если вы будете подписываться. Заходите еще, конечно же, ко мне на стрим. Всегда приятно стримить, когда много народу. Вот. Ну, а если вам не нравится, конечно, мой стрим, то ставьте минуса и все прочее. Вот. Спасибо за внимание. И спокойной ночи всем. Удачного трудового дня завтра. Все, всем пока. До скорых встреч.